Земля Шорохов Предисловие Вызывая в памяти образы прошлого, я часто вижу равнины Патагонии. Все объявляют эти равнины ни на что негодными. Описать их можно, перечисляя только то, чего на них нет, ни жилья, ни воды, ни деревьев, ни гор. Там растут лишь немногочисленные карликовые растения. Почему же в таком случае я, да только ли я, так накрепко запомнил этот безводный, пустынный край? Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Несколько лет тому назад я написал книгу «Зоопарк в моем багаже», в которой рассказал, как мне надоело год за годом путешествовать в различные части света и собирать животных для разных зоопарков. Спешу добавить, что мне вовсе не надоело ездить в экспедиции, тем более возиться с животными, которых я находил. Мне надоело расставаться с этими животными, когда я приезжал в Англию. Единственный выход из положения заключался в том, чтобы создать собственный зоопарк, и в книге «Зоопарк в моем багаже» говорится, как я отправился в Западную Африку собирать своих первых животных, как я привез их домой и, наконец, основал зоопарк на острове Джерси. Теперь я написал как бы продолжение той книги, потому что здесь я описываю, как мы с женой и моим неутомимым секретарем Софи отправились на восемь месяцев в Аргентину, с тем, чтобы привезти оттуда хорошую коллекцию южноамериканских животных для джерсийского зоопарка. И как, несмотря на многочисленные препятствия, мы с этим справились. За эту коллекцию самой большой похвалы заслуживает, безусловно, София. Хотя она и редко упоминается на страницах этой книги, самые большие тяготы путешествий, очевидно, пришлись на ее долю. Она безропотно оставалась в Буанас-Айресе и приглядывала за нескончаемым потоком животных, с которыми я то и дело появлялся из разных мест. И приглядывала она за ними так, что это сделало бы честь опытному собирателю животных. За это и за многое другое я чувствую себя глубоко обязанным ей. Часть первая. Обычаи страны. По-весеннему нарядный Буанас-Айрес был хорош как никогда. Высокие элегантные здания сверкали на солнце, словно айсберги. Вдоль широких авеню выстрелились Джараканды и Пало Бораччо с их странными бутылочной формы, стволами и длинными тонкими ветвями, на которых красовались белые и желтые цветы. Весенняя атмосфера словно пьянила пешеходов, и они, лавируя между машинами, перебегали улицу с меньшей осторожностью, чем обычно. А водители трамваев, автобусов и легковых машин соревновались в извечной Буанас-Айресской игре, стараясь на максимальной скорости в притирку обогнать друг друга и при этом не столкнуться. Не имея склонности к самоубийству, я отказался водить машину в городе, и поэтому за рулем моего ленд-ровера, стремительно уносившего нас по смертоносной дороге, сидела Жозефина. У невысокой Жозефины волнистые темно-рыжие волосы, большие карие глаза и улыбка, как прожектор. На расстоянии двадцати шагов она парализует даже самых стойких мужчин. Рядом со мной сидела Мерседес, высокая, стройная, голубоглазая блондинка. С виду она самокротость, но это лишь маскирует железную волю и беспощадную почти бульдожью целеустремленность Мерседес. Эти две девушки были частью моей лейб-гвардии красавиц, на которую я опирался в своей борьбе с аргентинскими чиновниками. В ту минуту мы направлялись к массивному зданию своеобразной помеси Парфенона с Рейхстагом. В его громадном чреве притаилась Адуана, или таможня, самый страшный враг здравого смысла и свободы в Аргентине. Три недели тому назад, когда я прибыл в страну, таможенные чиновники безропотно оставили у меня все предметы, подвижащие обложению высокими пошлинами, камеры, пленку, автомобиль и многое другое. Но по причинам, известным лишь Всевышнему, да блестящим умам Адуаны, у меня конфисковали все сети, ловушки, клетки и другое, не очень ценно, но совершенно необходимое снаряжение. И вот последние три недели не проходило и дня, чтобы Мерседес, Жозефина и я не мытарились в обширных метрах таможенного управления, где нас посылали из кабинета в кабинет с размеренностью работы часового механизма, размеренностью до того нудной и безнадежной, что мы уже всерьез стали опасаться за свою психику. В то время, как Жозефина лавировала между разбегавшимися пешеходами, вызывая у меня спазмы в желудке, Мерседес поглядывала на меня с тревогой. «Как вы сегодня себя чувствуете, Джерри?» спросила она. «Великолепно!» — с горечью сказал я. «Ведь в такое прелестное утро мне больше всего на свете улыбается, встав с постели, сознавать, что впереди у меня еще целый день, который надо посвятить установлению близких отношений с таможенниками». «Ну, пожалуйста, не говорите так», — сказала Мерседес. «Вы же обещали мне, что больше не будете выходить из себя. Это же совершенно бесполезно». «Ну и пусть бесполезно! Дайте хоть отвести душу!» «Клянусь вам!» «Если нас еще раз продержат полчаса перед кабинетом только для того, чтобы его обитатель в конце концов сказал нам, что это не по его части, и что нам следует пройти в комнату номер 704, или я не буду отвечать за свои действия». «Но сегодня мы идем к сеньору Гарсия», — сказала Мерседес таким тоном, будто обещала конфету маленькому ребенку. Я впыркнул. «Сколько мне помнится, за последние три недели только в одном этом здании мы повидались уже, по крайней мере, с 14 сеньорами Гарсия. Видно, клан Гарсия считает таможню своей старой фамильной фирмой, а все младенцы Гарсия родятся на свет с маленькой резиновой печатью в руках», — продолжал я, распаляясь все больше и больше. «А на Рождество все они получают в подарок по выцветшему портрету Сан-Мартино, чтобы, став взрослыми, повесить его в своем кабинете». «О, Джерри, мне кажется, вам лучше остаться в машине», — сказал Мерседес. «Как? Лишить себя удовольствия продолжать изучение генеалогии семейства Гарсия? Ну, тогда обещайте ничего не говорить», — сказала она, умоляюще поглядев на меня своими глазками, синими, как Васильки. «Пожалуйста, Джерри, ни слова». «Но я же ничего никогда и не говорю», — запротестовал я. «Если бы я действительно высказал все, что думаю, вся их таможня провалилась бы в тартарары». «А разве вы не сказали на днях, что при диктатуре вы вывозили и увозили свои вещи, и у вас никогда не было неприятностей? А теперь при демократии на вас смотрят, как на контрабандиста». «Ну и что? Разве человеку возбраняется высказывать свои мысли? Даже при демократии? Последние три недели мы только и делаем, что боремся с этими умственно отсталыми личностями из таможни, и ни одна из них, видно, не способна сказать что-либо членораздельное, а может лишь посоветовать обратиться к очередному сеньору Гарсия, который сидит дальше по коридору. Я потерял три недели драгоценного времени, тогда как мог бы снимать и собирать животных». «Руку! Руку!» — неожиданно и громко сказала Жозефина. Я высунул руку в окно, и, мчавшаяся за нами лавина автомобилей, скрещая тормозами, внезапно остановилась, потому что Жозефина уже стремительно бросила ленд-ровер на перерез движению в боковую улицу. Позади нас замирал вопль ярости, и были отчетливо слышны крики «Скотина!» «Жозефина, я настоятельно прошу вас заблаговременно предупреждать нас о наших поворотах!» — сказал я. Жозефина обернулась ко мне со слепительной улыбкой. «Зачем?» — спросила она просто. «Неужели непонятно? Это даст нам возможность подготовиться к встрече с Всевышним!» «Но разве вы у меня хоть раз попадали в аварию?» «Нет, но, по-моему, это только вопрос времени!» «В этот миг мы вновь проскочили через перекресток со скоростью сорока миль в час, и таксисту, ехавшему по поперечной улице, пришлось пустить в ход все тормоза, чтобы не врезаться нам в бок». «Ублюдок!» — невозмутимо сказала Жозефина. «Жозефина, никогда не употребляйте подобных выражений!» — запротестовал я. «Почему?» — невинно спросила Жозефина. «Вы же употребляете!» «Это не повод!» — резко возразил я. «Но употреблять их — одно удовольствие, правда!» — с удовлетворением сказала она. «У меня их уже большой запас. Я знаю, ублюдок, я знаю...» «Ладно, ладно!» — перебил я. «Я верю вам!» «Но ради Бога!» «Не употребляйте их в присутствии своей матери, а то она не разрешит вам водить мою машину!» «Все-таки, — думал я, — в помощи красивых молодых женщин есть свои отрицательные стороны. Правда, мало кто может устоять перед их чарами, но, с другой стороны, слишком уж у них цепкая память на крепкие англосаксонские словечки, которым я вынужден прибегать в минуты волнения. «Руку! Руку!» — опять сказала Жозефина. Мы снова помчались на перерез движению и, оставляя позади себя разъяренное стадо автомобилей, подкатили к массивному и мрачному фасаду Адуаны. Мы вышли из Адуаны три часа спустя. Наши мозги оцепенели, ноги ныли, и мы упали на сиденье машины. «Куда же теперь?» — спросила Жозефина безразличным тоном. «В бар. В любой бар, где я могу получить порцию бренди и пару таблеток аспирина». «Окей», — сказала Жозефина, отпуская сцепление. «Завтра, наверное, все кончится успешно», — сказала Мерседес, пытаясь поднять наш поникший дух. «Послушайте», — сказал я немного резко, «Синьор Гарсия, да богласовит господь его синебритый подбородок и окропленную одеколоном шевелюру, помог нам как мертвому припарки. И вы это прекрасно знаете». «Нет, нет, Джерри, он обещал отвезти меня завтра к одному очень высокопоставленному чиновнику Адуаны. «Его зовут Гарсия?» «Нет, сеньор Данте». «Как знаменательно! Только человек с именем Данте может выжить в этом аду сеньоров Гарсия». «Вы чуть не испортили все дело. Зачем, — вы спросили, не отца ли его портрет висит у него в кабинете? Вы же знали, что это Сан-Мартин», — с укором сказала Мерседес. «Да, знал, но я чувствовал, что если не скажу какую-нибудь глупость, то мои мозги начнут щелкать, как старомодные штиблеты с резинками». Жозефина подкатила к бару. Мы уселись за столик, стоявший на краю тротуара, и, прихлебывая из стаканов, погрузились в унылое молчание. Вскоре мне удалось стряхнуть тупое оцепенение, которое всякий раз набивает на меня Адуана, и я снова обрел способность говорить не только о ней. «Одолжите мне, пожалуйста, 50 центов», — попросил я у Мерседес. «Мне нужно позвонить Марии». «Зачем?» «Ладно, откроюсь вам». Она обещала мне найти местечко, где бы можно было приютить топира. В гостинице мне не разрешают держать его на крыше. «А что такое топир?» поинтересовала Жозефина. «Ну, это такое животное, ростом почти с пони и с длинным носом. Оно похоже на маленького слона-уродца». «Не удивляюсь, что в гостинице вам не разрешают держать его на крыше», — сказала Мерседес. «Но топир совсем еще младенец. Он всего со свинью. Ну что ж, получайте свои 50 центов». Я нашел телефон, разобрался в сложностях аргентинской телефонной системы и набрал номер Марии. «Мария, это Джерри. Как дела с топиром? Видите ли, мои друзья в отъезде, и у них его пристроить нельзя. Но мама говорит, что его можно принести сюда и держать в саду. А вы уверены, что это будет удобно? Ну, это мамина идея. А вы думаете, она знает, что такое топир? Да, я сказала ей, что это маленькое животное с смехом. Да, не совсем точное зоологическое описание. Что же она скажет, когда я нагряну к вам с существом величиной со свинью и почти безволосым? Раз уж он будет здесь, то ничего не поделаешь», — резонно заметила Мария. Я вздохнул. «Хорошо, я завезу его сегодня вечером, ладно? Ладно, ладно, и не забудьте захватить для него немного корм». Я вернулся к Жозефине и Мерседесу. Весь вид их являл собой неутоленное любопытство. «Ну, что она сказала?» — спросила Мерседес. «Сегодня ровно в 16.00 мы приступаем к операции топир». «Куда мы его отвезем?» «К Марии». Ее мать разрешила держать его в саду. «О, боже милостивый, ни в коем случае!» — сказала Мерседес с трагическим тоном. «А почему бы и нет?» — спросил я. «Там нельзя его оставлять, Джерри. Садик у них совсем крошечный. И кроме того, госпожа Родригес очень любит свои цветы. И ты! Какое отношение это имеет к топиру? Он будет на привязи. Ну, все равно его надо куда-то девать. А это пока единственная возможность пристроить его». «Хорошо. Отвезем его туда», — сказала Мерседес с видом человека, который знает, что он прав и не скрывает этого. «Но не говорите потом, что я вас не предупреждала». «Хорошо, хорошо. А теперь поехали завтракать, потому что в два часа мне надо захватить Джеки и заказать билеты на обратный путь. После этого мы можем ехать за Клавдием». «За каким это Клавдием?» — удивленно спросил Мерседес. «За Тапиром! Я окрестил его так, потому что он со своим римским носом вылитый древнеримский император!» «Клавди!» — хихикнув, сказала Жозефина. «Ублюдок, вот смешно!» «Итак, в четыре часа пополудни мы втащили упиравшегося Тапира в машину и поехали к Марии, купив по дороге длинный собачий поводок и ошейник, который пришелся бы в пору датскому догу. Мерседес была права. Садик оказался крошечным. Размером он был футов 50 на 50. Этакая квадратная яма, окруженная с трех сторон черными стенами соседних домов. С четвертой стороны была верандочка с застекленной дверью, которая вела в апартаменты семейства Родригес. Из-за высоты окружающих зданий в дворике было сыро и довольно мрачно. Но госпожа Родригес сотворила чудо, оживив его цветами и кустиками, которые неплохо прижились в этой темноватой дыре. Яростно награждая Клавдия пинками, мы протащили его через весь дом и привязали в саду к нижней ступеньке лестницы. Учуяв запах сырой земли и цветов, он благодарно засопел своими римским носом и глубоко удовлетворенно вздохнул. Я поставил рядом с ним миску с водой, положил груду рубленных овощей и фруктов и ушел. Мария обещала позвонить мне в гостиницу утром и сказать, как освоился Клавдий. Верное своему слову, она так и сделала. «Джерри, доброе утро!» «Доброе утро!» «Как Клавдий?» «Я думаю, вам лучше приехать», сказал Анатоном, человек, который старается подсластить пилюю. «Что случилось? Он заболел?» спросил я в тревоге. «О, нет, не заболел», сказала Мария за могильным голосом. «Но вчера вечером он порвал свой поводок, и пока мы его искали, успел съесть половину маминых бегоний. Я заперла его в угольном подвале, а мама сидит наверху с головной болью. Мне кажется, вам лучше приехать и привезти новый поводок». Проклиная животных вообще и топиров в особенности, я вскочил в такси и помчался к Марии, остановившись по пути только раз, чтобы купить 14 горшков самых лучших бегоний. Лавдий, припорошенный угольной пылью, задумчиво жевал листочек. Сделав ему внушение, я посадил его на новую, более прочную привязь, которую, казалось, не оборвать было даже динозавру. Написал для госпожи Родригес записку с извинениями и отбыл, взяв с Марии слово «позвонись мне, как только что-нибудь случится». Она позвонила на следующее утро. «Джерри, доброе утро». «Доброе утро. Все в порядке?» «Нет», — угрюмо сказала Мария. «Все повторилось снова. У мамы совсем не осталось бегоний. А сад выглядит так, словно в нем поработал бульдозер. По-моему, вам надо купить цепь». «Господи!» — простонал я. «У меня от одной Адуаны голова идет кругом, а с этим проклятым копиром вообще в пору запить горькую. Хорошо, сейчас я приеду и привезу цепь». И снова я прибыл к Родригесам с цветами и цепью, которая вполне подошла бы для якоря океанского лайнера Куин Мэри. Клавдий нашел, что цепь очень приятна на вкус. Если ее громко сосать. Но еще большее удовольствие она доставляла ему, когда он громко и мелодично звенел ею, мотая башкой вверх и вниз. Этот шум наводил на мысль, что в недрах садика Родригеса вскрыта небольшая кузница. Я поспешно отбыл, пока госпожа Родригес не сошла вниз, чтобы выяснить причину этого шума. Мария позвонила мне на следующее утро. «Джерри, доброе утро». «Доброе утро», — сказал я, томимый острым предчувствием, что это утро будет каким угодно, но только недобрым. «К сожалению, мама просила вас забрать, Клавдия», — сказала Мария. «А теперь что он натворил?» — спросил я, задыхаясь от ярости. Видите ли, голос Марии слегка дрожал отстеживого смеха. «Мама вчера давала званный обед, и только все мы усели за сто, как в саду раздался страшный шум. Уж не знаю как, но Клавдий умудрился отвязать цепь от перил. В общем, прежде чем мы успели что-нибудь сделать, он ворвался в дверь, волоча за собой цепь. Господи!» — я был ошеломлен. «Да, да», — продолжала Мария, уже не пытаясь сдерживать душивший ее смех. «Это было очень смешно. Перепуганные гости вскочили, а Клавдий, как призрак, все бегал и бегал вокруг стола и гремел цепью. Потом он испугался всего этого шума и наделал, вы понимаете, украшений на полу. «Боже мой!» — простонал я, хорошо зная способности Клавдия по части этих самых украшений. В общем, вечер был безнадежно испорчен. Теперь мама говорит, что к ее глубочайшему сожалению вам придется забрать Клавдия. Она считает, что ему неуютно в саду и что он не очень эмпатичное животное. «Ваша мама, как я могу предположить, сидит наверху с мигренью. Кажется, сейчас это посерьезнее, чем мигрень», — озабоченно заметила Мария. «Ладно», — сказал я со вздохом, «предоставьте это мне, я что-нибудь придумаю». Однако это оказалось последним звеном в цепи неприятностей, потому что все вдруг разрешилось как нельзя лучше. Таможня, наконец, рассталась с моим снаряжением, и, что было еще важнее, я неожиданно нашел прибежище не только для Клавдия, но и для всех остальных животных. Мы поместили их в небольшом доме, который сняли на окраине Буэнос-Айреса. Так, разрешив, по крайней мере, на время свои затруднения, мы достали карты и принялись разрабатывать маршрут на юг, на побережье Патагонии, у которого в ледяных водах резвятся котики и морские слоны. Все шло как будто гладко. Мария сумела получить отпуск на службе и готова была отправиться с нами в качестве переводчицы. Наш маршрут был разработан настолько детально, насколько могли его разработать люди, никогда не бывавшие в тех местах. Снаряжение было проверено, перепроверено и тщательно запаковано. После трех недель дурного настроения и скуки в Буэнос-Айресе к нам, наконец, пришло ощущение, что мы уже в пути. Но потом, на последнем военном совете, в маленьком кафе на углу, Мария высказала соображение, которое она, по-видимому, и вынашивала уже довольно долго. «Джерри, мне кажется, было бы неплохо взять с собой человека, знающего дороги», сказала она, поглощая толстенный ломоть хлеба с громадным гаяжьим языком. Сооружение, почему-то считающееся в Аргентине, с сандвичем. «С какой стати?» спросил я. «Разве у нас нет карт?» «Да, но вы никогда не ездили по этим патагонским дорогам, а, к вашему сведению, они весьма отличаются от всех дорог в мире». «Как отличаются?» «В худшую сторону», сказала Джеки. «Нам рассказывали о них самые ужасные вещи». «Дорогая, тебе не хуже, чем мне известно, что ужасы подобного рода о дорогах, о комарах и о диких племенах рассказывают всегда и всюду, в какой бы уголок цвета ты ни поехал, и обычно все это оказывается чепухой». И тем не менее Мария, по-моему, внесла дельное предложение. «Если мы найдем человека, которому с нами по пути на юг, то мы хоть будем узнать, что нас ожидает на обратном пути». «Но таких нет», раздраженно сказал я. «У Рафаэля занятия в колледже, Карлос на севере, Брайан учится». «Есть Дики», сказала Мария. Я посмотрел на нее в упор. «Кто этот Дики?» спросил я наконец. «Мой друг», сказала она беззаботно. «Он очень хорошо водит машину, он знает Патагонию, и он очень приятный человек. Он привык совершать охотничьи вылазки, так что страдания ему нипочем». «Под страданиями вы подразумеваете лишение, или вы намекаете на то, что наше общество будет оскорбительным для его деликатной натуры». «Шутки в сторону», сказала Джеки. «Мария, а этот парень поедет с нами?» «О да», сказала она. «Он говорит, что поедет с великим удовольствием». «Хорошо», сказала Джеки. «Когда встретимся?» «Видите ли, я сказал ему, чтобы он был здесь через десять минут. Мне показалось, что Джерри в любом случае захочет увидеть его». Я молча смотрел на них во все глаза. «Мне кажется, это очень хорошая мысль», «а?» спросила Джеки. «Вы спрашиваете меня?» взмолился я. «А я думал, что вы уже все порешили между собой». «Я уверен, что у Дики вам понравится», заговорила Мария, и в этот момент на пороге появился Дики. «С первого взгляда я решил, что у Дики мне совсем не нравится. Он не произвел на меня впечатление человека, который когда-нибудь страдал и вообще был бы способен страдать. Одет он был изысканно, слишком изысканно. У него было круглое, пухлое лицо, глаза бусинки, довольно жиденькие рыжие усики бабочкой украшали его верхнюю губу, а темные волосы были прилизаны так, что казалось, будто их нарисовали. «Познакомьтесь, Дики до соло», сказала Мария. Голос ее чуть-чуть дрожал. Дики улыбнулся мне, и улыбка преобразила все его лицо. «Мария уже говорила вам?» сказал он, привередливо отряхивая носовым платком стул, прежде чем сесть. «Я в восхищении поехать с вами, если вы будете довольны. Я в восхищении поехать в Патагонию, кого я люблю». Я начал испытывать к нему теплое чувство. «Если я не буду полезный, я не поеду, но я могу советовать, если вы разрешите, потому что я знаю дороги. Вы имеете карту?» «О, хорошо. Теперь позвольте мне объяснить вам». Мы вместе склонились над картой, и через полчаса Дики покорил меня совершенно. На меня повлияло не только его превосходное знание края, который нам предстояло проехать, но его милая манера коверкать английскую речь, его обаяние и заразительный юмор. «Ну, сказал я, когда мы сложили и убрали карты, если у вас действительно есть свободное время, то нам бы очень хотелось, чтобы вы поехали с нами». «Подавляюще», сказал Дики, протягивая руку. И этим довольно загадочным возгласом сделка была скреплена. Земля Шорохов Равнины Патагонии бескрайни и с трудом проходимы, а потому не следованы. Судя по их виду, они пребывают уже долгие годы в том состоянии, в каком находятся ныне, и не видно конца такому состоянию в будущем. Чарльз Дарвин «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль». В дорогу на юг нас провожал жемчужно-серый рассвет, предвещавший погожий денек. Улицы были пусты, игулки, а омытые росой парки и скверы окаймляла пышная пена опавших цветов Пало Бораччо и Джакарант. Груды глинцевитых, голубых, желтых и розовых лепестков. На окраине города, повернув за угол, мы увидели первые признаки жизни. Это была стайка мусорщиков, которые чуть свет приняли за исполнение своих утренних балетных номеров. Зрелище было настолько необычно, что мы избавили ход и некоторое время медленно ехали за ними. Посередине мостовой со скоростью пяти миль в час громыхала большая повозка. На ней по колено в мусоре стоял рабочий. Четверо других рабочих, как волки, бежали в припрыжку рядом с повозкой, время от времени исчезая в темных подъездах и появляясь из них с полными мусорными ящиками на плечах. Поравнявшись с повозкой, они сильным движением подбрасывали ящики вверх, рабочий в повозке ловил их, вытряхивал и бросал обратно, проделывая все это одним плавным движением. Расчет был великолепный. В то время, как пустой ящик падал вниз, вверх уже летел полный. На полпути они встречались и иногда в воздухе находилось одновременно четыре ящика. Все это проделывалось молча и с невероятной быстротой. Вскоре мы покинули пределы города, который еще только-только начинал пробуждаться и понеслись по равнине золотой от восходящего солнца. Утренний воздух был прохладен и Дикий оделся потеплее. На нем было длинное твидовое пальто и белые перчатки, а его черные добрые глаза и аккуратные усики бабочкой выглядывали из-под смешной войлочной шляпы, которую он надел по его словам для того, чтобы держать уши нагретыми. Софи и Мария скрючились в глубине лендровера на целой горе нашего снаряжения, которое по их же настоянию упаковали в ящики с острыми, как ножи, краями. Джеки и я сидели вместе с Дики на переднем сиденье, расстелив на коленях карту. Названия некоторых поселений, лежавших на нашем пути, были просто великолепны. Ча Комус, Долорес, Некочеа, Трес Аройос, произносить их было одно удовольствие. Потом мы проехали две деревни, которая разделяла расстояние в несколько миль. Одна из них называлась Мертвый Христианин, а другая Богатый Индейец. Мария объяснила это странное явление тем, что когда-то индейец разбогатев, убив христианина и украв его деньги. Как неромантично это объяснение, мне почему-то показалось, что оно далеко от истины. Два дня мы мчались по типичной пампе, равнине, на которой по колено в золотистой траве бродит скот. Изредка встречались рощицы эвкалиптов, белесы и шелушащиеся стволы которых были похожи на ноги прокаженного. Небольшие опрятные эстансии сверкали белизной в тени огромных деревьев омбу. Короткие и толстые стволы этих деревьев сплошь покрыты мясистыми наростами. Кое-где низенькие изгороди были совсем погребены под густыми зарослями венков, усеянных голубовато-серыми цветами величиной сблюдца, а почти на каждом столбе изгороди покоилось странное, похоже на футбольный мяч, гнездо птицы печника. Этот цветущий ландшафт выглядел настолько ухоженным, что еще чуть-чуть и стало бы скучно. К вечеру третьего дня мы сбились с пути. Съехав на обочину дороги, мы достали карту и начали спорить. Нам надо было попасть в город под названием Кармен-де-Патагонес, расположенный на северном берегу Рио-Негро. Я настаивал на ночевке именно в этом городе, потому что здесь провел некоторое время Дарвин, когда путешествовал на корабле Бигль. Мне было интересно посмотреть, насколько изменился город за последнюю сотню лет. Поэтому, несмотря на горячее возражение остальных членов экспедиции, которым непременно хотелось остановиться в первом же населенном пункте, мы поехали дальше. Как оказалось, нам ничего другого и не оставалось делать, потому что на пути к Кармен-де-Патагонесу мы не встретили ни единого жилья и ехали до тех пор, пока не увидели впереди маленькую гроздь слабых огоньков. Не прошло и десяти минут, как мы уже осторожно ехали по булыжным мостовым Кармен-де-Патагонеса, освещенным неверным светом уличных фонарей. Было два часа ночи. Все дома выглядели на одно лицо и были накрепко заперты. Трудно было надеяться, что мы встретим хоть кого-нибудь, кто показал бы нам дорогу к гостинице, а разыскать ее самим нам было трудно, потому что каждый дом казался нам точной копией другого, и отличить гостиницу от других жилищ не было никакой возможности. мы остановились на главной площади города и стали уныло и раздраженно спорить, как быть. Вдруг под одним из фонарей возник ангел-хранитель в образе высокого тощего полицейского. На нем был безукоризненно чистый мундир, блестящий пояс и начищенные сапоги. Он щеголевато отдал честь, поклонился женщинам и со старомодной галантностью направил нас в боковую улицу, где, по его словам, была гостиница. Мы подъехали к большому мрачному дому с наглухо закрытыми ставнями и массивной входной дверью, которая могла бы сделать честь даже кафедральному собору. От барабанив зорю по ее избитой непогодами поверхности мы стали терпеливо ждать. Прошло десять минут, но обитатели дома не подавали никаких признаков жизни, и тогда Дикий в отчаянии бросился на приступ. Если бы эта атака удалась, то грохот разбудил бы и мертвого. Но только Дикий легнул дверь, как она загадочным образом распахнулась сама, и мы увидели длинный, слабо освещенный коридор с дверями по обеим сторонам и мраморную лестницу, ведущую наверх. Смертельно усталый, голодный, как волки. Мы не были расположены уважать право частной собственности и промаршировали в гулки холл, словно войско захватчиков. Здесь мы остановились и стали кричать «Эй!» до тех пор, пока весь отель не загудел от наших криков. Но ответа мы не дождались. «Я думаю, Джерри, что иногда они все мертвые», серьезно сказал Дикий. «Ну что ж, если они мертвые, то я предлагаю рассредоточиться и самим найти себе постели», сказал я. Мы поднялись по мраморной лестнице и сами нашли три спальни с застанными кроватями, применив для этого очень простой прием. Мы открывали все двери подряд. Найдя пристанище на ночь, мы с Дикий спустились вниз посмотреть, может ли эта гостиница похвалиться хоть какими-нибудь удобствами. Первая же дверь, которую мы распахнули, привела нас в темную комнату с огромной двухспальной кроватью под старинным балдахином. Не успели мы выскочить обратно, как из-под одеяла, словно всплывающий кит, поднялась и в перевалку зашагала к нам громадная туша. Эта туша оказалась женщиной гигантских размеров, одетой в развивающуюся ночную фланелевую сорочку и весящей килограммов сто. Щурясь и натягивая на себя светло-зеленое кимоно, усеянное большими розами, она вышла в коридор. Впечатление было такое, словно одна из самых экзотических цветочных выставок в Челси вдруг встала и зажила собственной жизнью. На ее мощную грудь ниспадали две длинные пряди седых волос. Натянув кимоно, она закинула их за спину и сонно, но приветливо улыбнулась нам. «Доброй ночи», вежливо сказала она. «Доброй ночи, сеньора», ответили мы, стараясь не уступать в хороших манерах никому даже в этот поздний час. «Я разговариваю с хозяйкой», спросил Дики. «Си, си, сеньор», ответила она широко улыбаясь. «Да, что вам угодно». Дики извинился за поздний приезд, но ля патрона только махнула рукой. Дики спросил, нельзя ли получить бутерброды и кофе. «Почему бы и нет», ответила ля патрона. Дики объяснил ей, что нам также срочно требуется в туалет. Не будет ли она любезно показать нам, где он? Ля патрона восприняла это с большим юмором. Провела нас в облицованную кафелем комнатенку и стояла рядом, дружески болтая, пока мы с Дики занимались своими делами. Потом, пыхтя и колыхаясь, она прошла на кухню и приготовила нам огромную гору бутербродов и кастрюльку кофе. Убедившись, что больше от нее ничего не требуется, она отправилась на покой. На следующее утро позавтракав мы быстро осмотрели город. Насколько я мог заметить, со времен Дарвина, если не считать внедрение электричества, он изменился очень мало. Поэтому мы сели в машину и покатили из города вниз по склону холма, а затем по широкому железному мосту, перекинутому над ржаво красными водами Рио-Негро. Прогромыхав по мосту из провинции Буэнос-Айрес в провинцию Рио-Негро, то есть всего-навсего перебравшись на противоположный берег реки, мы оказались в совершенно другом мире. Остались позади тучные зеленые просторы пампы. Справа и слева, насколько хватал глаз, тянулась пустынная бесплодная равнина, покрытая ровной щетиной серо-зеленого кустарника. Каждый куст был футов три высотой и вооружен устрашающим количеством шипов и колючек. Казалось, в этом сухом кустарнике никто не живет, так как, остановив машину, мы не услышали ни пения птиц, ни жужжания насекомых. Только ветер шелестел ветвями колючего кустарника над этой одноцветной марсианской равниной. Единственным движущимся предметом, кроме нас самих, был огромный хвост пыли, поднятый автомобилем. Ужасно утомительно было ехать по этому краю. Прямая дорога вся в глубоких рытвинах и колдобинах разматывалась до самого горизонта. После нескольких часов монотонной езды мы уже ничего не соображали. Нас вдруг кидало в сон, и мы просыпались от дикого скрипа. Лендровер съезжал с дороги в ломкий кустарник. Это случилось вечером перед самым Десеадо на участке дороги, которую, к несчастью, так развезло после недавнего дождя, что она стала похожа на полосу густого клея. Дикий, уже давно сидевший за рулем, стал клевать носом, и прежде чем мы сообразили, в чем дело, лендровер с прицепом въехал в крутую грязь на обочине и, бешено буксуя, накрепко засел. Мы неохотно вылезли из машины на ледяной ветер и при тусклом свете заходящего солнца принялись отцеплять прицеп от лендровера и по отдельности вытаскивать их из грязи. Потом, когда руки и ноги озябли, мы все пятеро втиснулись в лендровер и стали смотреть на закат, передавая из рук в руки бутылку шотландского виски, которую я припрятал специально для такого случая. По обе стороны дороги раскинулась сторона низких и колючих кустарников. Темная и такая плоская, что у нас создавалось впечатление, будто мы находимся в центре гигантской тарелки. По мере того, как солнце опускалось, небо окрашивалось в зеленоватый цвет, а потом вдруг оно стало очень бледным, серо-синеватым, скопище лохматых облаков у горизонта на западе вдруг почернело, и только самые края их были пламенно-красными. Облака напоминали великую армаду испанских галеонов, которые, затеяв на небе жестокий морской бой, плыли навстречу друг другу. Их черные силуэты четко выделялись на фоне яркого пламени, вырывавшегося из жерл орудий. Солнце садилось ниже и ниже, облака из черных превратились в переливчато-серые, а небо позади них покрылось зелеными, синими и бледно-красными полосами. Вдруг наш флот галеонов исчез, и на его месте образовался красивый архипелаг островов, которые растянулись вереницей по небу, похожему на безмятежное море, расцвеченное красками заката. Иллюзия была полной. В скалистой из зубрино-береговой линии можно было различить бухточки, ощерченные белой пеной прибоя. Виднелись длинные светлые пляжи. Клубки облаков казались опасным нагромождением рифов у входа в спокойную гавань. На островах горы причудливой формы были покрыты лохматой шкурой по вечернему темных лесов. Так мы сидели согретые виски и с восторгом изучали географию этого развернувшегося перед нами архипелага. Каждый из нас выбрал себе по приглянувшемуся острову, на котором хотелось бы провести отпуск, и говорил о том, какие современные удобства он мечтает найти в отеле своего острова. «Большую, большую ванну и очень глубокую», сказала Мария. «Нет, приятный теплый душ и удобное кресло», сказала София. «Угу, только постель», сказала Джеки с пышным пуховиком. «Бар, в котором к напиткам подают настоящий лед», мечтательно сказал я. Дики немного подумал, Потом он взглянул на свои ботинки, густо облепленные, быстро подсыхавшей грязью. «Я должен иметь человека, который почистит мне ботинки», — твердо сказал он. «Ну, я сомневаюсь, что такой найдется и Десеадо», — уныло произнес я. «Однако нажмем». Когда на следующий день в десять часов утра мы прибыли в Десеадо, сразу стало ясно, что ни на какие роскошества вроде пуховиков, льда к напиткам или даже чистильщика сапог рассчитывать не приходится. Это был самый пустынный город на свете. Он напоминал декорации для съемки довольно плохого голливудского ковбойского фильма и наводил на мысль, что его жители — две тысячи человек, согласно путеводителю — вдруг собрали пожитки и ушли, оставив свой город одиноко стоять на пронизывающем ветру и палящем солнце. По пустынным улицам, мимо безмолвных домов, время от времени проносился ветер, поднимая вялые смерчи пыли, которые, поклутившись мгновение, устало оседали на землю. В той части города, которая показалась нам его центром, мы увидели только собаку, быстро бежавшую по своим делам, и ребенка, присевшего на корточке посреди мостовой и увлеченного какой-то загадочной детской игрой. Потом мы повернули за угол и вздрогнули, увидев человека, который понуро тащился верхом на лошади с таким видом, будто лишь он один остался в живых после какой-то страшной катастрофы. Мы подъехали к нему. Он остановился, вежливо поздоровался, не проявив к нам, однако, никакого интереса, и показал, как проехать к двум единственным гостиницам города. Гостиницы оказались друг против друга, и сделать выбор по их внешнему виду было нельзя. Тогда мы метнули монету. Хозяина гостиницы мы нашли в баре. С видом человека, только что понесшего тяжелую утрату, он неохотно признался, что у него есть свободные номера, и темными коридорами провел нас в три небольшие грязноватые комнаты. Дикий сдвинул свою войлочную шляпу на затылок, встал посреди комнаты и, стягивая белые перчатки, с чисто кошачьей приведливостью обследовал провисшую кровать и серое белье. «Знаете что, Джерри?» — убежденно сказал он. «Это самый вонючий отель из всех, о которых я когда-либо мечтал». «Хорошо, что вы не мечтали о более вонючем», — сказал я. «Мы пошли в бар, чтобы выпить чего-нибудь и подождать прихода некоего капитана Гири, которого мне рекомендовали как самого большого знатока колоний пингвинов в окрестностях Пуэрто-де-Сеадо. Мы сидели за столом и с интересом наблюдали за посетителями бара. У большинства из них были длинные обвисшие усы, и они казались глубокими стариками. Их смуглые лица были словно иссечены, а потом сшиты ветром. Они сидели небольшими группами, склонившись над стаканчиками с коньяком и вином. У них был такой безразличный вид, словно они зимовали в этом грязном баре, с безнадежностью устаившись в донышке своих стопок, ожидая, когда стихнет ветер, и зная, что он никогда не стихнет. Изящно покуривая сигарету, Дикий обозревал закопченные стены, ряды пыльных бутылок и пол с двадцатилетним слоем хорошо утоптанной грязи. «Ну, как бар?» — спросил он меня. «Не очень весело. Он такой старый, у него такой старый вид!» — сказал он, озираясь. «Знаете, Джерри, держу пари, что здесь даже мухи имеют бороды!» Дверь внезапно отворилась, и в бар ворвалась струя холодного воздуха. Старики обратили свои безжизненные, как у рептилий, взоры ко входу, и на пороге появился капитан Гири. Это был высокий, крепко сколоченный человек с русыми волосами, красивым, аскетическим лицом и таким живым и прямодушным выражением голубых глаз, какого мне не приходилось видеть ни у кого. Представившись, он сел за наш столик и оглядел нас так по-детски, дружелюбно и весело, что гнетущая атмосфера бара тотчас исчезла, и мы вдруг почувствовали себя легко и свободно. Мы выпили с капитаном Гири, после чего он достал большой рулон карт, разложил их на столе, и мы склонились над ними. «Пингвины!» — задумчиво сказал капитан, вводя указательным пальцем по карте. «Пингвины!» — задумчиво сказал капитан, вводя указательным пальцем по карте. «Здесь вот лучшая колония, и самая большая. Но, по-моему, для вас это будет слишком далеко, как вы думаете?» «Да, далековато», — согласился я. «Нам бы не хотелось забираться так далеко на юг, если есть возможность найти что-нибудь поближе. Дело просто во времени. Я надеялся, что мы найдем приличную колонию в окрестностях Десеадо». «Есть такая, есть такая», — сказал капитан, тасуя карты как фокусник. «Вот здесь вот, видите, в этом вот месте. Это примерно в четырех часах езды от Десеадо. Все время вдоль берега залива». «Это замечательно», — сказал я, воодушевляясь. «Самое подходящее расстояние». «Одно только меня беспокоит», — сказал капитан, обращая на меня озабоченный взор голубых глаз. «Будет ли там достаточно птиц для того, что вы хотите, для фотографирования?» «Да», — произнес я с сомнением, — «мне хотелось бы побольше. Сколько их там в колонии?» «Думаю, примерно миллион», — сказал капитан Гири. «Достаточно этого». Я смотрел на него, раскрыв рот. Но он не шутил. Он был всерьез озабочен, что миллиона пингвинов будет для меня слишком мало. «Кажется, я смогу обойтись миллионам пингвинов», — сказал я. «Думаю, мне удастся найти одну или парочку фотогеничных птиц в этом миллионе. Скажите, а они живут все вместе?» «Ну, примерно половина или три четверти их сконцентрировались здесь», — сказал он, ткнув пальцем в карту. «А остальные разбросаны по всему берегу залива, вот здесь». «Превосходно! Это, пожалуй, мне подойдет. Ну, а как насчет того, чтобы где-нибудь устроить лагерь?» «О, — сказал капитан, — с этим трудно. Впрочем, как раз там находится эстанция моего друга, сеньора Уитчи. Сейчас он здесь, в Десаадо, и если бы мы зашли к нему, он мог бы разрешить нам расположиться на своей эстанции. Она вот здесь, это примерно в двух километрах от основной колонии, так что вам было бы очень удобно». «Это великолепно!» — восторженно сказал я. «Когда мы можем увидеть сеньора Уитчи?» Капитан посмотрел на свои часы и что-то прикинул в уме. «Мы можем повидаться с ним сейчас же, если вам угодно», — ответил он. «Отлично!» — сказал я, допивая виски. «Пошли!» Дом Уитчи находился на окраине Десаадо, а сам Уитчи, которому капитан Гири представил нас, понравился мне с первого взгляда. Это был приземистый человек с выдубленным ветром лицом. У него были очень черные волосы, густые черные брови и усы, и темно-карие глаза, добрые, веселые, с морщинками в уголках. Во всех его движениях и манере говорить была такая спокойная уверенность, что от одного его присутствия нас оставляли всякие заботы. Пока Гири объяснял нашу миссию, Уитчи стоял молча и время от времени поглядывал на меня, словно отцы. Потом он задал нам несколько вопросов, и, наконец, к моему невыразимому облегчению, протянул мне руку. «Сеньор Уитчи согласен принять вас на своей дистанции», — сказал Гири. «И хочет сопровождать вас сам, чтобы показать лучшие пингвини-места. Сеньор Уитчи очень добр, мы приносим самую большую благодарность». «Можем ли мы выехать завтра в полдень, после того, как я провожу своего друга на самолет?» «Си-си, почему бы и нет», — сказал Уитчи, выслушав перевод. «Мы условились встретиться с ним завтра, после того, как посадим Дики на самолет, улетающий в Буэнос-Айрес». «В тот же вечер мы сидели в нашем унылом баре, потягивая виски и с грустью, думая о том, что завтра Дики нас покинет. Это был обаятельный и веселый товарищ. Он безропотно мирился с лишениями и всегда подбадривал нас шутками, фантастической громадчикой своих замечаний и ритмичными аргентинскими песенками. Мы знали, что будем скучать без него, и он тоже был расстроен тем, что покидает нас как раз тогда, когда путешествие становится интересным». Хозяин гостиницы вдруг дерзнул насладиться радостями жизни и включил небольшой приемник, дальновидно помещенный на полке между двумя бутылками бренди. Радио затрубило протяжное и тоскливое танго самого неблагозвучного сорта. Мы молча слушали, пока не замер последний отчаянный вопль. «Переведите эту веселенькую вещичку», — попросил я Марию. «Это о человеке, который обнаружил, что его жена больна туберкулезом», — объяснила она. «Он потерял работу, и дети его голодают. Жена при смерти. У него очень плохое настроение, и он спрашивает, в чем смысл жизни». Радио снова принялось вопеть что-то очень похожее на предыдущую песню. Когда оно замолчало, я взглянул на Марию и вопрошающе поднял брови. «Это о человеке, который только что обнаружил, что жена ему неверна», — уныло перевела она. Он зарезал ее. «Теперь его должны повесить, и дети его останутся сиротами. У него очень плохое настроение, и он спрашивает, в чем смысл жизни». «Воздух раздирала третья песенка. Я взглянул на Марию». Она прислушалась и пожала плечами. «То же самое», — лаконично сказала она. Мы все разом поднялись и отправились спать. Рано утром мы с Марией повезли Дики на аэродром, а Софи и Джеки отправились в турне по трем лавкам Десеада, чтобы купить припасы, необходимые для нашей поездки на эстансию Уичи. Аэродром представлял собой более или менее ровную полоску земли на окраине Десеада. На ней возвышался ангар, выглядяшую так, словно его побила моль. Двери его хлопали и скрипели на ветру. Единственными живыми существами здесь были три пони, которые меланхолично пощипывали травку. Прошло 20 минут после того, как должен был прибыть самолет, но его все не было, и мы стали уже думать, что Дики придется остаться с нами. Потом по пыльной дороге из города прибыл громыхая маленький грузовичок. У ангара он остановился, и из него вылезли два человека весьма чиновничьего вида в длинных пальто цвета хаки. Они сосредоточенно и долго рассматривали флюгер, потом поглядели на небо, и хмуря физиономии, стали совещаться. Посовещавшись, они посмотрели на часы и стали прохаживаться. «Это должно быть механики», — сказал Дики. «У них действительно очень официальный вид», — согласился я. «Слушайте», — сказал Дики, когда до нас занесло слабое будение, — «вечит». На горизонте появилось пятнышко, которое быстро увеличивалось в размерах. Теперь два человека в хаки приступили наконец к своим обязанностям. С пронзительными криками они выбежали на взлетную полосу и стали гнать с нее трех пони, которые до сих пор мирно послезть в центре того, чему теперь предстояло стать посадочной площадкой. Во время приземления самолета был волнующий момент, когда один пони чуть не прорвался обратно, но человек в хаки бросился ему наперерез и в последнюю секунду схватил пони за грибу. Самолет слегка подпрыгнул и, вздрогнув, остановился. А два человека в хаки, оставив пони, извлекли из недор ангара жидковатую лестнику на колесах и приставили ее к самолету. Очевидно, Дики был единственным пассажиром, который собирался сесть в Десиадо. Дики сжал мою руку. — Джерри, — сказал он, — вы мне сделаете одно отолжение, да? — Конечно, — Дики, — ответил я. — Все что угодно. Посмотрите, чтобы никаких лошадиных ублюдков не было на пути, когда мы полетим вверх, а? — попросил он очень серьезно и зашагал к самолету. Поля его войлок и шляпы хлопали на ветру. Самолет с ревом взлетел, пони повлились на взлетную полосу, а мы направили тупое рыло лендровера на город. Часов в двенадцать мы заехали за Уичи, и он сам сел за руль лендровера. Я искренне радовался этому, потому что, не проехав и двух миль до Десиадо, мы свернули с дороги на едва заметную колею, которую мы оказали бы великую честь, назвав «прощелком». Временами она совсем исчезала, и если бы мне пришлось самому везти машину, я бы совершенно растерялся. Но Уичи направлял лендровер на, казалось, совершенно неприступную стену колючих кустов, которые, царапая борта машины, визжали, как духи, предвещающие смерть. Прорвавшись сквозь кустарник, мы снова попали на колею. Кое-где дорога сворачивала выемку трехфутовой глубины, которая оказывалась ложем пересохшего ручья, почти равным по ширине расстояния между колесами машины. Мы осторожно ехали двумя колесами по одному берегу, а двумя по другому. Малейший просчет, и машина свалилась бы вниз и безнадежно застряла. По мере того, как мы приблизались к морю, пейзаж постепенно менялся. И с плоской местность становилась слегка волнистой. Кое-где ветер, содрав верхний слой почвы, обнажил желтую и ржаво-красную гальку, большие пятна которой напоминали болячки на меховой шкуре земли. Эти пустынные участки, по-видимому, были излюбленным местом пребывания любопытных животных, патагонских зайцев. Потому что именно на сверкающей гальке мы всегда находили их парочками, а то и небольшими группами, по три, по четыре. Это были странные существа, которые выглядели так, словно их слепили весьма небрежно. У них были тупые морды, очень похожие на зайчи, маленькие аккуратные кроличьи ушки и маленькие тонкие передние лапки. Но задние ноги их были большими и мускулистыми. Больше всего привлекали их глаза. Большие, черные, блестящие, с густой бахромой ресниц. Похоже на миниатюрные копии львов, страфальгал сквер. Зайцы лежали на гальке, греясь на солнце и посматривая на нас с аристократическим высокомерием. Они подпускали довольно близко, потом томно смежали длинные ресницы и с потрясающей быстротой оказывались в сидячем положении. Они поворачивали головы и, взглянув на нас, уносились к струящемуся мареву горизонта гигантскими пружинистыми прыжками. Черно-белые пятна на их задах казались удаляющимися мишенями. Вскоре, ближе к вечеру, косые лучи солнца окрасили пейзаж в иные цвета. Низкая поросль колючих кустарников стала фиолетовой, алой и красновато-коричневой, а участки обнаженной гальки расцветились алым, ржаво-красным, белым и желтым. С хрустом прокладывая путь по этой многоцветной местности, мы заметили в самом центре участка обнаженной гальки черный шар, который при ближайшем рассмотрении казался большой черепахой, карабкавшейся по горячим камням с мрачным упорством глетчера. Мы остановились и подняли ее. Но присмыкающаяся, напуганная неожиданной встречей обильно помочилась. Непонятно, где она нашла на этой сушеной земле столько влаги, чтобы создать такое мощное оборудительное заграждение. А крестив черепаху Этельбертой, мы положили ее в кузов лендровера и поехали дальше. На закате, перевалив через последние из пологих холмов, мы очутились на площадке, похожей на дно древнего озера. Окруженная кольцом невысоких холмов, она казалась своеобразной чашей, которую ветер сносил из-за холмов в песок, укладывая толстым слоем, убившим всякую растительность. Когда машина, ревя и оставляя за собой хвост пыли, неслась по этому ровному месту, вдалеке мы увидели рощицу зеленых деревьев, первых деревьев с тех пор, как мы выехали из Десеаду. Подъехав поближе, мы рассмотрели маленький, окруженный аккуратной белой изгородью оазис, а в центре его, под семью деревьев, красивый деревянный дом, весело раскрашенный ярко-синей краской. Нас вышли встречать два пиона, одетые в шаровары и драные рубахи. У них были длинные черные волосы, черные блестящие глаза и, в общем, диковатый вид. Они помогли нам разгрузить машину и внести наши вещи в дом. А затем, пока мы распаковывались и мылись, они вместе с Личи закололи овцу и стали в честь нашего прибытия готовить осаду. Чтобы жарить осада, нужен очень сильный огонь, но порыльстые ветры, которые постоянно дуют в Патагонии, заставляют быть осторожным. Они могут сдуть и унести весь костер, и тогда сухой кустарник запылает на много миль вокруг. Во избежание этого, у подножия холма, на вершине которого стоял дом, у Личи посадил большой квадрат кипарисов. Деревьям дали подрасти футов до 12, а потом срезали верхушки, чтобы не стали гуще. С самого начала кипарисы были посажены так тесно, что теперь их сучья переплелись и образовали почти непроницаемые заросли, в которых у Личи прорубил узкий проход, а внутри квадратной рощицы он расчистил полянку, футов 20 на 12. Здесь и жарили осада. Разводить костер под защитой толстых кипарисовых стен было безопасно. Пока мы мылись и переодевались, стало темно. Мы спустились к полянке среди кипарисов, где уже пылал огромный костер. Возле него в землю был вбит большой кол, на который насадили целую овцу, вскрытую подобно устрице. Мы лежали на земле вокруг костра и пили красное вино, ожидая жаркова. В Аргентине я много раз бывал на осадах, но тот первый раз на эстанции Уичи навсегда останется в моей памяти. Восхитительный запах горящих веток, смешанный с запахом жареного мяса, розовые и оранжевые языки пламени, красные блики на кипарисовых стенах, шум ветра, который неистово ломится в наше убежище и с тихим вздохом, обессилев, замирает в путанице ветвей и ночное небо с трепещущими звездами и хрупким осколком луны. Кажется, никогда еще я не испытывал большего удовлетворения и удовольствия, чем тогда, когда я, сделав большой глоток приятного теплого красного вина, наклонялся, отрезал благоухающий кусок мяса от шипящей коричневатой бараньей тушки, окунал его в острый соус из уксуса, чеснока и красного перца и отправлял этот сочный кусок в рот. Когда мы насытились, Личи, сделав добрый глоток вина, отер рот тыльной стороной руки и посмотрел на меня поверх красных мерцающих угольков, которые лежали на земле с закатным солнцем. — Манана, завтра, — сказал он, улыбаясь, — мы пойдем к пингвинам. — Си, си, — сонно ответил я и еще раз уже просто от жадности потянулся вперед, чтобы отрезать себе еще кусочек хрусткой корочки от остывающих остатков овцы. Манана пингвинос. Море старых официантов. То была отважная птица. Отходя к морю, она то и дело бросалась на меня и даже заставляла отступать. Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Было еще темно, когда меня разбудил Уичи, ходивший по кухне. Он тихо насвистывал и гремел кофейниками-чашками, стараясь вежливо прервать наш сон. Первым делом я зарылся поглубже под кучу мягких, теплых, светло-коричневых шкур гуанака, наваленных на непомерную двуспальную кровать, на которой мы с Джеки так уютно устроились. Однако, поразмыслив, я решил, что если Уичи встал, то пора вставать и мне. Хотя бы для того, чтобы вытащить из постелей остальных. И так, горестно вздохнув, я отбросил шкуры и шустро соскочил с кровати. Редко мне случалось так сожалеть о своих поступках. Это было все равно, что выскочить из жаркой котельной и тут же броситься в студеную горную речку. Стуча зубами, я натянул на себя все, что попало под руку, и заковылял на кухню. Уичи улыбнулся мне и кивнул, а потом с сочувственным видом, налив на два пальца коньяку в большую чашку, долил ее горячим кофе и подал мне. Вскоре, раскалившись до красна, я стянул в себя один из трех пуловеров и стал злорадно вытряхивать из постелей остальную компанию. Наконец, напившись кофе с коньяком при неярком желтоватом свете восходящего солнца, мы отправились туда, где живут пингвины. Перед самым носом нашего лендровера шныряли глупые овцы. У берега длинного мелкого пруда с дождевой водой, образовавшегося в низине между пологими холмами, мы увидели шесть фламинго, розовых, как бутоны, цикламена. Они добывали себе денное пропитание. Примерно четверть часа мы ехали по дороге, а потом Уичи повернул прямо на Целину и направил машину вверх по пологому склону холма. У вершины его Уичи обернулся ко мне с улыбкой. «Сейчас будут пингвины», — сказал он. Мы въехали на вершину и увидели колонию пингвинов. Впереди кончался низкий коричневый кустарник, и начинались раскаленные пески. Они были отделены от моря серпообразным хребтом белых песчаных дюн сотни в две фута высотой. Именно здесь, в этом пустынном месте, защищенном от морских ветров полукружием дюн, пингвины и основали свой город. Всюду, насколько хватал глаз, земля была щербата от ямок гнезд. Иные из которых представляли собой просто разрытый песок, другие имели несколько футов глубины. Эти маленькие кратеры делали местность похожей на участок поверхности Луны, рассматриваемый в мощный телескоп. Между кратерами сновали в перевалку пингвины. Такого огромного сборища я еще не видел никогда. Оно было похоже на целое море карликов-официантов, важно вышагивающих от столика к столику, шаркая ногами и устало опустив плечи, которые болят от того, что им всю жизнь приходилось таскать перегруженные подносы. Число их было чудовищно. Даже на горизонте, в зыбком мареве, нелькали их черно-белые тельца. Это было захватывающее зрелище. Мы медленно продирались сквозь кустарник, пока не достигли края этих гигантских сот из гнездовых нор. Остановившись, вышли из лендровера. Мы стояли и наблюдали за пингвинами. И они тоже стояли и наблюдали за нами, с огромным уважением и интересом. Большинство птиц были, конечно, взрослыми, но в каждой ямке сидело по одному или по два птенца, одетых еще в младенческие пуховые шубки. Они поглядывали на нас большими черными трогательными глазами и были похожи на пухленьких и робких дебютанток, укутанных в слишком большие для них шубки из черно-бурых лисиц. У взрослых птиц, гладких и опрятных в своих черно-белых костюмах, были красные сережки у оснований клювов и блестящие хищные глаза уличных торговцев. Если к ним приближаться, то они пятятся к своим ямкам и угрожающе поводят головой из стороны в сторону, опуская ее все ниже и ниже, так что в конце концов они, вероятно, видят вас уже вверх ногами. Если подойти слишком близко, они спускаются в свои норы и постепенно скрываются в них, живо поводя головами. Малыши наоборот. Подпускают человека фута на четыре, но потом их нервы не выдерживают. Они бегут и ныряют в ямки, откуда виднеется только их пушистые задики и взбыкивающие лапки. Сначала гомон и суета огромной колонии сбивают с толку. Непрерывно шуршит ветер, неумолочно пищат малыши и раздается громкий протяжный крик взрослых птиц, похожий на ослиный рев. Вытянувшись во весь рост, пельвины широко расставляют крылья, задирают клювы голубому небу и ревут радостно и возбужденно. Поначалу совершенно непонятно, куда смотреть. Непрерывное движение взрослых птенцов кажется беспорядочным и бесцельным. Но потом, после нескольких часов пребывания среди этого огромного сборища птиц, уже можно кое в чем разобраться. Прежде всего, становится очевидным, что сутолоку создают главным образом взрослые птицы. Многие из них стоят у своих ямок гнезд, неся, по-видимому, караульную службу при молодом поколении. Большая же часть птиц снует зад и вперед. Одни идут к морю, другие обратно. Далекие песчаные дюны буквально кишат маленькими фигурками, которые либо карабкаются вверх по крутым склонам, либо спускаются вниз. Постоянные переходы к морю и обратно занимают у пингвинов большую часть дня. И этот потрясающий подвиг заслуживает подробного описания. День за днем в течение трех недель мы жили среди птиц, внимательно наблюдая за ними. И вот что мы увидели. Рано утром один из родителей или самец, или самка отправляется к морю, оставив свою половину при гнезде. Для того, чтобы добраться до моря, птице надо преодолеть мили-полторы изнурительного пути по самой труднопроходимой местности, какую только можно себе представить. Сначала пингвинам приходится лавировать в мозаике ямок. А когда они доходят до края колонии, начинается песок, покрытый засохшей и растрескавшейся коркой, которая похожа на гигантскую картинку-загадку. Песок в этих местах даже ранним утром нагревается до того, что рука не терпит. И все же исполненные чувства долга, пингвины бредут по нему, часто останавливаясь, передохнуть и застывая, как в трансе. Это обычно занимает у них около получаса. Но дойдя до противоположного края маленькой пустыни, они встречают новое препятствие. Песчаные дюны, которые возвышаются над миниатюрными фигурками птиц, как снежные вершины Гималаев. Дюны достигают высоту футов 200. У них крутые склоны, и образованы они из сплошного мелкого сыпучего песка. Даже нам было трудно преодолевать эти дюны, а коротконогим пингвинам и подавно. Добравшись до подножия дюн, птицы обычно отдыхают минут 10. Некоторые просто стоят, погрузившись в размышления, другие бросаются на живот, чтобы отдышаться. Отдохнув, они упрямо поднимаются на ноги и начинают подъем. Собравшись силами, они взбегают вверх по склону, пытаясь, очевидно, преодолеть самую скверную часть пути как можно быстрее. Но примерно на четверти крутизны они выдыхаются. Их движения становятся все медленнее и медленнее, и они все чаще и чаще останавливаются отдыхать. А склон уходит все вверх и вверх, все круче и круче. И в конце концов им приходится ложиться на брюшко и карабкаться вверх, помогая себе крыльями. Наконец, они отчаянным броском одолевают последние футы, торжествующе вскакивают на гребень дюны, и здесь, постояв и радостно похлопав крыльями, снова бросаются ниц, чтобы десяток минут передохнуть. Половина пути пройдена, и, лежа на остром, как нож, гребне дюны, птицы уже видят море, которое в полумиле от них мерцает прохладно и маняще. Но чтобы попасть в море, им надо еще спуститься по противоположному склону, пройти четверть мили сквозь заросли кустарника и пересечь несколько сот ярдов галечного пляжа. Конечно, спуститься с дюн для них легче, чем подняться. И они проделывают это двумя способами, наблюдать которые одинаково забавно. Они либо шагают вниз по склону, начиная степенно, все более и более убыстряя шаг по мере того, как склон становится круче и пускаясь наконец самым несолидным образом в голову. Либо съезжают вниз на брюхе, помогая себе ногами и крыльями, словно под ними не песок, а вода. Тем или иным способом, достигнув подножия дюны, они поднимаются на ноги, отряхиваются и начинают угломо продираться сквозь кусты и к пляжу. Но как раз на этих последних сотнях ярдов они страдают больше всего. Уже близко море, голубое, сверкающее, соблазнительно плещащийся берег, а им, чтобы добраться до него, приходится волочить свои измученные тела по каменистому пляжу, где каждый камешек качается под ногами, где так трудно сохранять равновесие. Но наконец все кончается, и они бегут в последние несколько футов кромки прибоя, странно припадая к земле, потом выпрямляются и бросаются в холодную воду. Минут десять они кувыркаются и ныряют сверкающей на солнце воде, смывая пыль и песок с головы и крыльев, восторженно болтая натруженными ногами, крутясь и подпрыгивая, то исчезая под водой, то пробкой вылетая наверх. Освежившись волю, они неизбежно принимаются ловить рыбу. Их не страшит трудное путешествие обратно, которое им предстоит совершить, чтобы доставить пищу своим голодным птенцам. Нагрузившись рыбой, они бредут той же дорогой по горячему песку, а потом начинают хлопотное дело кормежку своих прожорливых малышей, которая напоминает нечто среднее между боксом и всеобщей свалкой и представляет собой зрелище захватывающее и удивительное. Одна из пингвиньих семей жила в ямке неподалеку от того места, где мы каждый день оставляли Лендрова. И взрослые птицы и их потомство настолько привыкли к нашему присутствию, что позволяли нам приближаться и снимать их кинокамерой футов с двадцати. И поэтому мы могли подробно видеть процесс кормления птенцов во всех подробностях. Когда взрослая птица добирается до колонии, ей, чтобы попасть к собственному гнезду, предстоит еще пробежать сквозь строй нескольких тысяч чужих птенцов, которые думают, что набросившись на взрослого пингвина, они могут заставить его отрыгнуть пищу. Поэтому взрослые птицы то и дело приходится увертываться от нападений толстых пушистых птенцов. И она кидается на бегу то вправо, то влево, как опытный центр-форвард на футбольном поле. птенцов. Даже даже когда пингвин добегает до своего гнезда, его все еще неотступно преследуют два-три чужих птенца, при исполненных твердой решимости заставить его расстаться с добычей. Почувствовал себя дома, пингвин, наконец, теряет терпение, поворачивается к преследователям грудью и принимается наказывать их самым жестоким образом. Он бьет птенцов клювом так яростно, что их пух летает над колонией, как семена чертополоха в пару созревания. Отогнав чужаков, родитель поворачивается к собственным детям, которые, крича пронзительно и хрипло от голода и нетерпения, уже атакуют его тем же самым способом, что и другие. Пингвин усаживается у входа в яму и, задумчиво уставившись на свои ноги, начинает делать такие движения, будто очень хочет подавить сильный приступ икоты. Видя это, птенцы приходят в нетерпеливое и радостное возбуждение. Они громко и хрипло орут, неистово хлопают крылышками, всем телом прижимаясь к родителю, стуча своими жадными клювиками о его клюв. Это продолжается секунд тридцать. Потом родитель, явно чувствуя облегчение, вдруг отрыгивает пищу и засовывает свой клюв в разъянутые рты птенцов так глубоко, что становится страшно, а вдруг он не сможет вытащить его обратно. Но все обходится благополучно. Довольные птенцы усаживаются на свои пухлые задики и на некоторое время погружаются в размышления, а взрослый пингвин, воспользовавшись удобным случаем, принимается быстро чиститься и причесываться. Он тщательно чистит клювом перышки на груди, склевывает мелкие комочки грязи с ног и, щелкая клювом, словно ножницами, проходится им по крыльям. Потом он зевает и, широко открыв клюв и отставив крылья назад, наклоняется вперед, словно человек, достающий руками носки ног во время физкультурной зарядки. Минут пять царит спокойствие, но вот взрослая птица вдруг снова начинает подавлять икоту, и тотчас начинается столпотворение. Птенцы выходят из состояния задумчивости, сопровождающего них процесс пищеварения, и бросаются к пингвину, причем каждый старается первым подставить свой клюв. И снова каждого из них родительский клюв пронзает до самого сердца. И снова после этого малыши впадают в сонливое состояние. Семья, занимавшая гнездо возле того места, откуда мы снимали фильм, для удобства называлась у нас Джонсами. Совсем рядом с апартаментами Джонсов находилась другая ямка, в которой был всего один очень маленький и очень тощий птенец, получивший у нас имя генриетты вакантум. Генриетта была жертвой неупорядоченной семейной жизни. Я подозреваю, что родители ее были или неумны, или просто ленивы, потому что добывание пищи для генриетты занимало у них вдвое больше времени, чем у других пингвинов, а доставлялась эта пища в таких мизерных количествах, что генриетта была вечно голодна. О привычках родителей говорило и неряшливое гнездо, настолько мелкое, что оно едва защищало генриетту от непогоды. Оно было совершенно не похоже на глубокую, тщательно отделанную виллу, служившую резиденцией семейству Джонсов. И неудивительно, что на заморину, неухоженную большеглазку генриетту было больно смотреть. Она вечно искала, чтобы поесть. И так как взрослым Джонсом по пути к собственному аккуратному гнезду приходилось проходить мимо ее дома, то она всегда предпринимала наглые попытки заставить их отрыгнуть пищу. Но все ее усилия были тщетны. Из-за своей старания генриетта получала лишь жестокие взбучки, от которых пух ее разлетался большим облаком. Разъеленная она отступала и страдаческими глазами наблюдала за тем, как два жирных до отвращения младенца Джонсов пожирает пищу. Но однажды, случайно, генриетта нашла способ красть у Джонсов пищу без неприятных для себя последствий. Вот взрослый Джонс начал бороться с икотой, значит, сейчас он будет отрыгивать. Младенцы Джонсов принимаются бегать вокруг, хлопая крылышками и хрипло крича. И тут, улучив момент, генриетта присоединяется к ним, осторожно приблизившись к взрослому Джонсу сзади. Громко крича и широко открывая клювик, она просовывает головку через плечо взрослой птицы или под ее крылом, предусмотрительно оставаясь сзади, чтобы не быть узнанной. Все помыслы взрослого Джонса, занятого кормлением своего разинувшего клюва и выводка, направлено на то, чтобы оттрогнуть целую пинту креветок, и он, видимо, не замечает, как в общей свалке появляется третья головка. В последний момент, с отчаянным видом пассажира, хватающего маленький бумажный пакет на 50-й воздушной яме, он сунул свою голову в первый же попавшийся клюв. Но когда кончается последняя спазма и взрослый Джонс может сосредоточиться не только на своих внутренних ощущениях, он замечает, что кормил чужого отпрыска, и тогда Генреце приходится убегать от гневного возмездия, изящно переваляясь на больших толстых лапах. И даже если ей не удавалось удрать, и она получала взбучку за свое преступление, то и тогда ее довольная физиономия говорила, что игра стоит свеч. В те времена, когда эти места посетил Дарвин, здесь еще обитали остатки патагонских индийских племен, тщетно сопротивлявшихся колонистам и солдатам, которые навязали им войну на истребление. Говорят, что индейцы были неотесаны, не хотели приобщаться к цивилизации и вообще не обладали никакими качествами, за которые они хоть в малейшей степени заслужили бы христианского милосердия. Словом, подобно великому множеству видов животных, под благотворным влиянием цивилизации они исчезли с лица земли, и, по-видимому, никто не оплакивал их исчезновение. В различных музеях Аргентины можно увидеть немногие оставшиеся после них предметы, копья, стрелы и тому подобное, и неизбежную большую и довольно мрачную картину, которая должна иллюстрировать наиболее отвратительную черту характера индейцев, их склонность к распутству. На каждой из этих картин изображена группа длинноволосых, свирепых индейцев, горцующих на диких скакунах, у их вождя неизменно перекинуто через седло белая женщина в прозрачном одеянии, и с таким бустом, что позавидовала бы любая современная кинозвезда. Во всех музеях эта картина почти одна и та же, разница только в числе изображенных индейцев и в пышности груди их жертвы. Это, конечно, очень поучительная картина, но меня всегда озадачивало одно, почему рядом с ней не висят другие произведения искусства, которые изображали бы цивилизованных белых людей, уносящихся на скакунах с соблазнительной индианкой. Такое ведь случалось так же часто, если не чаще, как и похищение белых женщин. История тогда бы получила любопытное освещение, но, тем не менее, эти вдохновенные, но плохо написанные картины умыкания имеют одну интересную черту. Сделанную для того, чтобы представить индейцев в самом невыгодном свете, они преуспели лишь в одном. Мужественные и красивые люди производят очень сильное впечатление. Больно сжимается сердце при мысли, что они истреблены. Путешествуя по Патагонии, я страстно искал предметы, некогда принадлежавшие индейцам, и расспрашивал всех об этом народе. Все рассказы, к сожалению, оказались на один лад и ничего мне не дали. А что касается предметов, то оказалось, что лучшего места, чем пингвинья столица, найти было нельзя. Однажды вечером, когда мы вернулись на эстанцию после целого дня трудных съемок и пили вино, сидя у очага, я с помощью Марии спросил сеньора Уичи, много ли индейских племен жило в этих краях. Свой вопрос я сформулировал очень осторожно, так как мне говорили, что в жилах Уичи течет индейская кровь, и я не знал, гордится он этим или нет. Губы Уичи тронула добрая улыбка, и он сказал, что в окрестностях его эстансии обитало самое большое в Патагонии индейское племя, и что там, где теперь живут пингвины, до сих пор можно найти следы пребывания индейцев. Я нетерпеливо спросил, что это за следы. Уичи снова улыбнулся, встал и исчез в своей темной спальне. Было слышно, как он выдвинул что-то из-под кровати. Через минуту он вышел и поставил на стол ящик. Сняв крышку, он вывалил содержимое ящика на белую скатерть, и у меня перехватило дыхание. Я уже говорил, что видел в музеях всякие предметы старины, но по сравнению с этим все они были ничто. Уичи вывалил на стол целую кучу изделий из камня всех цветов радуги. Здесь были всевозможные наконечники для стрел, от маленьких величиной с ноготь мизинца, изящных и хрупких на вид, до больших с куриным яйцом. Здесь были ложки из морских раковин, разрезанных надвое и тщательно отшлифованных. Длинные изогнутые каменные лопаточки, чтобы доставать из раковин съедобных моллюсков, наконечники для копий с острыми, как бритва, краями, шары от балеодорос, круглые, как бильярдные, с желобками для ремешков, которыми они связывались. Они были столь совершенны и обработаны с такой точностью, что просто не верилось, как все это можно было сделать без помощи токарного станка. Здесь были и чисто декоративные предметы, раковины, аккуратно просверленные и служившие серьгами. Ожерелья из красиво подобранных желтовато-зеленых камней, похожих на нефрит. Нож из тюленей кости, который явно служил украшением, а не для дела. На нем был несложный, но вырезанный с большой точностью узор. Я сидел и с восторгом смотрел на все это. Некоторые наконечники для стрел были совсем крохотные, и казалось невероятным, что они вытесаны из камня, но стоило поднести их к свету, и можно было увидеть мельчайшие щербинки отскалывания. Еще более невероятным было то, что края каждого наконечника, даже самого крошечного, были изубренны, чтобы он лучше вонзался в жертву. Рассматривая предметы, я поражался их цвету. На пляже близ колонии пенвинов почти все камни были коричневые или черные. Чтобы найти камень красивого цвета, надо было потрудиться. И все же для изготовления каждого наконечника, даже самого маленького, подбирался красивый камень. Я разложил на скатерте все наконечники для стрел и копий, и они лежали, поблескивая, словно красивые листья какого-то сказочного дерева. Тут были наконечники красные, темно-красные, похожие на засохшую кровь прожилкой, зеленые, покрытые тончайшим беловатым узором, бледно-голубые, словно сделанные из перламутра, желтые и белые, испещренные синими и черными пятнышками в тех местах, где камни коснулись соки земли. Каждый наконечник был настоящим произведением искусства, тщательно и ловко обтесан, заострен и отшлифован и сделан из самого красивого камня, который только мог найти его творец. Видно было, что каждый предмет сделан с большой любовью. И стоило вспомнить, что эти изделия принадлежали грубым, некультурным, диким и совершенно нецивилизованным индейцам, исчезновение которых, по-видимому, никого не огорчило. Уличи, кажется, был доволен тем, что я проявляю живой интерес к его реликвиям и восторгаюсь ими. Он снова пошел в спальню и извлек оттуда еще один ящик. В нем было какое-то необычное, тоже каменное оружие, напоминающее маленькие гантели. Два шара неправильной формы, соединенные ручкой. Эта штука весила около трех фунтов и была грозным оружием, которым можно было легко раскроить человеку череп. Кроме него в ящике был еще один предмет, обернутый в папиросную бумагу, который Уличи снял с благоговением. Предмет выглядел так, будто испытал на себе действие каменной дубинки. Это был череп индейца, белый, как слоновая кость, с большим неровным отверстием на темене. Уличи объяснил, что вот уже много лет и всякий раз, когда дела приводят его в этот уголок эстансии, где живут пингвины, он ищет индийские реликвии. По-видимому, рассказывал он, индейцы очень часто посещали это место, но зачем, никто определенно не знает. По его мнению, ту обширную площадку, на которой теперь гнездились пингвины, они использовали как своего рода арену. На ней юноши упражнялись в стрельбе из лука, в метании копий и в искусстве опутывать ноги дичи своим болядоров. По ту сторону высоких песчаных дюн, по словам Уичи, есть большие кучи пустых морских раковин. Я видел эти большие белые кучи. Многие из них раскинулись на площади в четверть акра и были фута в три высотой, но я так увлекался съемкой, что не задумывался, отчего они здесь. По мнению Уичи, в этих местах было что-то вроде летнего курорта, своеобразного индейского маргейта. Индейцы приходили сюда полакомиться сочными устрицами и креветками, которых здесь великое множество. Поискать среди гальки на пляже камни, из которых они делали оружие, и поучиться владеть этим оружием. По какой же иной причине на дюнах и на гальке всюду возвышаются здесь большие кучи пустых раковин и кругом валяются во множестве наконечники для стрел и копий, порванные ожерелья и попадаются даже пробитые черепа. Должен сказать, что мнение Уичи показалось неразумным, хотя, наверное, специалист-археолог нашел бы какой-нибудь способ опровергнуть его. Я ужаснулся, подумав, сколько же хрупких, красивых наконечников для стрел было раздавлено колесами нашего лендровера, когда мы весело раскатывали по пингвиньему городу и решил, что на следующий же день после съемок мы начнем искать наконечники для стрел. Случилось так, что на следующий день солнце светило прилично всего два часа, и поэтому все остальное время, скрючившись, ползали мы по дюнам в поисках наконечников и прочих свидетельств того, что здесь пребывали индейцы. Очень скоро я понял, что это совсем не так просто, как казалось в начале. Уичи, напрактиковавшись за многие годы, умел издалека опознавать изделия индейцев со сверхъестественной точностью. «Эсто уно! Есть один!» говорил он, улыбаясь, и показывал носком ботинка на громадную кучу гальки. Я вглядывался туда, куда он показывал, и не видел ничего, кроме обыкновенных необработанных обломков скал. «Эсто!» говорил он снова, и наклонившись, поднимал красивый наконечник в форме листа, который преспокойно лежал дюймах в пяти от моей руки. Как только вам его показывали, он, конечно, уже настолько удивлялся среди камней, что осталось только удивляться, как это вы раньше его не заметили. Постепенно, за целый день поисков, мы приобрели сноровку, и кучка наших находок стала расти. Но Уичи продолжал злорадно ходить за мной по пятам, и пока я на корточках старательно обшаривал каждый дюйм, молча стоял надо мной. Стоило мне подумать, что здесь ничего нет, как он нагибался и поднимал три наконечника, которые я почему-то просмотрел. Это случалось с такой монотонной регулярностью, что, потирая занемевшую спину, я уже начал подразревать, а не прячет ли он наконечники в руке заранее, как фокусник, и потом морочит мне голову, притворяясь, что нашел их. Но скоро я отбросил это несправедливое подозрение, потому что он вдруг наклонился и показал мне туда, где я шарил. «Эсту!» сказал он, показывая на маленький желтый камешек, торчавший из гальки. Я глядел на камешек и не верил своим глазам. Потом я осторожно потянул его и вытащил из-под камней превосходный желтый наконечник со старательно изубренным краем. Наружу он торчал всего на четверть дюйма, и все же Уичи его заметил. Ну, а потом я с ним поквитался. Шагая через дюны к следующему участку гальки, я вдруг споткнулся о что-то белое и блестящее. Наклонившись, я поднял предмет, который, к моему удивлению, оказался красивым наконечником для гарпуна. Он имел в длину около шести дюймов и был великолепно вырезан из кости котика. Я позвал Уичи, и когда тот увидел мою находку, глаза его округлились. Он бережно взял ее у меня из рук, стер с нее песок и все вертел и вертел в руках, радостно улыбаясь. Потом он сказал мне, что такой наконечник большая редкость. Ему удалось найти всего один наконечник для гарпуна, да и то настолько изуродованный, что его не стоило приобщать к коллекции. С тех пор он безуспешно ищет и не может найти. Вечерело, а мы все разбрелись по песчаным дюнам и продолжали свои поиски. Я обошел дюну и очутился в долинке, украшенной несколькими сухими узловатыми кустами. Тут я остановился прикурить сигарету и дать отдых ноющей спине. Небо становилось розовым и зеленым, приближался час заката, и если не считать слабого плеска моря и шелеста ветра, здесь царили безмолвие и покой. Я медленно брел по долинке и вдруг заметил впереди слабое движение. Маленький волосатый броненосец, похожий на заводную игрушку, корабливо бежал по гребню дюны, направляясь на поиски ужина. Я наблюдал за ним, пока он не исчез за дюнами, а потом пошел дальше. Под одним кустом я, к своему удивлению, наткнулся на пару пингвинов. Обычно они не роют нор в мелком песке дюн, но эта парочка, по причинам ведомым только им самим, выбрала долину в дюнах и вырла здесь круглую ямку, в которой, нахохлившись, сидел их единственный пушистый отпрыск. Родители щелкали на меня клювами и угрожающе выгибали шеи, возмущенные тем, что я нарушил их уединение. Разглядывая их, я вдруг заметил какой-то полузасыпанный песком предмет, который пингвины выгребли из своей ямки. Это было что-то гладкое и белое. Я нагнулся и, невзирая на пингвинью истерику, разгреб песок. Передо мной лежал отчетливо сохранившийся череп индейца. Я сел, положил череп на колени и разглядывал его, закурив еще одну сигарету и раздумывая, что за человек был этот индейец. Я представлял себе, как он сидит на корточках, неторопливо и тщательно обтесывая камень, делая один из тех красивых наконечников, которые побрякивают теперь в моем кармане. Я представлял себе, как он ловко сидит на диком неподкованном коне, видел его тонкое смуглое лицо и темные глаза, его волосы до плеч, его богатый плотно запахнутый плащ из коричневой шкуры гуанака. Я смотрел в пустые глазницы черепа, и мне было очень жаль, что не могу уже никогда встретиться с человеком, который сделал такие прекрасные вещи, как эти наконечники. Я подумал, нельзя ли мне череп с собой в Англию, чтобы поставить его на почетное место в своем кабинете среди других произведений индейского искусства. Но я поглядел вокруг и решил не делать этого. Небо теперь было бледно-синим с розоватыми и зелеными размывами облаков. Песок на ветру шелестом осыпался, странные, похожие на ведьм кусты поскрипывали приятно и мелодично. Мне казалось, что индейец не будет возражать против того, чтобы разделить место последнего отдохновения с существами, населяющими землю, которая когда-то была его родиной с пингвинами и броненосцами. Тогда я вырыл в песке яму, положил в нее череп и медленно засыпал его. Когда я поднялся, тьма уже быстро сгущалась. Вся местность, казалось, погрузилась в печаль, и мне чудилось присутствие индейцев, исчезнувших с лица земли. Я был почти уверен, что стоит мне быстро оглянуться, и я уж вижу на фоне закатного неба силуэт индейца на коне. Тряхнув головой, чтобы избавиться от этого наваждения, я зашагал обратно к Ленброверу. Когда мы, громыхая и подпрыгивая, ехали в темноте к станции, Уичи тихо сказал Марии, «Знаете, синьорита, это место всегда кажется печальным. Здесь я совершенно явственно ощущаю присутствие индейцев, их призраки ходят вокруг, и мне жалко их, потому что они кажутся такими несчастными». Это были в точности мои ощущения. На другой день, перед самым отъездом, я подарил Уичи наконечник для гарпуна. Мне было страшно тяжело расставаться с наконечником, но Уичи сделал для нас так много, что это было лишь маленькой благодарностью за его доброту. Он обрадовался, и я знаю, что теперь наконечник, благоговейно завернутый в папиросную бумагу, покоится в ящике под кроватью, недалеко от того места, где он когда-то лежал, зарытый в сверкающие на солнце дюны, и слышал только, как пересыпается над ним песок под ногами уверенно наступающих пингвинов. Золотой рой Нрав у них, по-видимому, был самый мирный. Они лежали тесной кучей и крепко спали, похожие на великое скопище свиней. Чарльз Дарвин путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль. Колония пингвинов возле эстансии Уичи была самым южным пунктом нашего путешествия. Теперь, оставив позади Десеада, мы ехали на север по равнине, заросшей пурпурным кустарником, к полуострову Вальдес, где, как меня уверяли, есть крупное лежбище котиков и единственная в Аргентине колония морских слонов. Полуостров Вальдес находится в провинции Чубот. Это кусок суши, своими очертаниями напоминающий Секиру. Имеет примерно 80 миль в длину и 30 в ширину. С материком он соединяется таким узким перешейком, что, когда едешь по нему, море видно с обеих сторон. Попасть на полуостров это все равно, что оказаться в новой стране. Много дней мы ехали по однообразной, одноцветной патагонской равнине, плоской, как бильярдный стол и совершенно лишенной признаков жизни. Теперь же, проехав узкую полоску земли, на другом конце которой был полуостров, мы вдруг увидели, что пейзаж переменился. Вместо низкорослых колючих кустарников, окрасивших пурпуром всю равнину до самого горизонта, мы увидели страну желтоватого цвета. кусты здесь, сплошь усыпанные мелкими цветами, были выше зеленей. Местность уже не плоская, а немного холмистая, просиралась до горизонта, как желтое море, мерцающее на солнце. Изменился не только цвет, но и настроение пейзажа, он вдруг ожил. Мы ехали по красноватой грунтовой дороге, изрытой вытряхивающей душу выбоинами, когда в придорожных кустах я заметил какое-то движение. Оторвав взор от выбоин, я взглянул направо и тотчас затормозил машину так резко, что все наши женщины стали бурно возмущаться, но я просто показал пальцем и они замолчали. У самой дороги, утопая по колено в желтых кустах, стояли и смотрели на нас шесть гуанако. Гуанако это дикие родичи лам, и я представлял их себе чем-то вроде этих призелистых домашних животных, покрытых грязно-бурым мехом. Мне, по крайней мере, запомнилось, что тот единственный гуанако, которого я видел много лет тому назад в одном зоопарке, выглядел именно так. Но либо мне изменила память, либо тот гуанако был в неважном состоянии. Он, безусловно, оставил меня совершенно неподготовленным к тому великолепному зрелищу, которое представляет собой дикие гуанако. Одно из животных, очевидно, самец, стояло немного впереди других, футах в тридцати от нас. У него были длинные, точеные, как у скаковой лошади ноги, стройное тело и длинная грациозная шея, немного напоминающая жирафью. Морда гораздо длиннее и изящнее, чем у ламы, но с таким же высокомерным выражением. Глаза были черные и огромные. Прядая маленькими изящными ушами и вскинув в подбородок, гуанако как бы разглядывал на свобожаемый лорнет. Позади него тесной и робкой стайкой стояли три его жены и два малыша, каждый ростом не больше терьера. Огромные, широко раскрытые глаза, придавали им до того невинный вид, что это зрелище исторгло у женской половины экспедиции восторженные вздохи и сюсюканье. Мех животных был не грязно бурым, как я ожидал, а почти красным. Только у шеи и ног был светлый оттенок, как у песка на солнце, а туловище было покрыто густой шерстью красивого красновато-коричневого цвета. Боясь, что такого случая нам больше не представится, я решил выйти из лендровера и заснять их. Схватив кинокамеру, я стал очень медленно и осторожно отворять дверцу машины. Повернув оба уха вперед, самец гуанако следил за моими движениями с явным недоверием. Тогда я медленно закрыл дверцу и стал поднимать камеру. Однако этого оказалось достаточно. Гуанако не проявляли особого беспокойства при моей попытке выйти из машины, но когда я стал поднимать к плечу черный, подозрительный, похожий на оружие предмет, они не выдержали. Самец фыркнул, развернулся и поскакал прочь, гоня перед собой жен и детей. Маленьким гуанако сначала показало, что это всего лишь забава, и они стали носиться по кругу, пока отец с меткими пинками не призвал их к порядку. Отбежав немного, они избавили ход и из бешеного голопа перешли на размеренную рысь. В своих красновато-коричневых с желтым шубах они были похожи на какие-то странные расписные игрушки, которые, покачиваясь, уносились сквозь золотистые кусты. Пересекая полуостров, мы еще много раз встречали гуанако, обычно группами по три, по четыре, а однажды мы увидели стадо из восьми животных. Оно стояло на холме, резко выделяясь на фоне голубого неба. Я заметил, что в центральной части полуострова стада гуанако попадается чаще, чем на побережье. Но где бы ни встречались нам эти животные, они всюду держатся настороженно и готовы ускакать прочь при малейшем намеке на что-либо непривычное. Местные фермеры-овцеводы охотятся на них, и гуанако на собственном горьком опыте узнали, что доблесть далеко не исключает осторожности. К вечеру мы уже были где-то возле пункта Норте, на восточном берегу полуострова, и дорога почти сошла на нет, превратившись в неглубокую колею, петлявшую в кустах таким непонятным образом, что казалось, будто она вообще никуда не ведет. Я уже подумал было, что мы в конец заблудились, как вдруг впереди показалась маленькая белая эстанция с плотно закрытыми ставнями. Слева от нее стоял большой навес для сена, или, как их здесь называют, гальпон. Зная, что обычно гальпон это средоточие всякой деятельности на эстанциях, я подъехал к нему и остановил машину. Точно появились три большие жирные собаки, которые сперва браво полаяли на нас, а затем считая, по-видимому, что долг их исполнен, с милой непосредственностью принялись орошать колеса лендровера. Из-под навеса вышли трепиона, смуглые, тощие, улыбчивые люди довольно дикого вида. Они определенно были рады нам, потому что гости в этих краях редкость. Пригласив нас под навес, они принесли стулья, не прошло и получаса, как они забили овцу и стали готовить осада, а мы, рассевшись, попивали вино и рассказывали, зачем приехали. Пионов восхитило, что я проделал такой длинный путь из Англии только для того, чтобы ловить и снимать бихоц. И, конечно, они заподозрили, что я не совсем в своем уме, но они были слишком вежливы, чтобы сказать мне об этом. О морских слонах и котиках они сообщили много сведений и очень нам помогли. Оказалось, что у морских слонов уже появилось потомство, и теперь они воспитывают его. А это значило, что теперь их нельзя найти где-нибудь поблизости от котиков, то есть в определенном месте побережья, которое служит им родильной палатой. Теперь они плавают вдоль всего берега, то туда, то сюда, в зависимости от настроения, и найти их трудно, но есть несколько мест, которые они особенно любят, и где их можно разыскать. Эти излюбленные места носят прелестное название элефантерии. Пионы показали нам на карте элефантерии и самые большие лежбища котиков. Как они сказали, котиков разыскать будет нетрудно, потому что детеныш еще при них, и поэтому они остаются на побережье в легкодоступных местах. Более того, пионы сказали нам, что как раз рядом с колонией котиков есть хорошее место для стоянки, ровное поле, защищенное от ветра небольшими возвышенностями. Ободренные этими сведениями, мы выпили много вина, съели много жареной баранины, а потом, снова забравшись в Лендровер, отправились искать место для лагеря. Мы нашли его без особого труда, и оно оказалось именно таким, каким выглядел в описании пионов, небольшой ровной площадкой, покрытой жесткой травой и редкими скрюченными и высохшими кустами. С трех сторон ее защищали низкие холмы, поросшие желтыми кустами, а с четвертой высокая гряда гальки, за которой шумело море. Как-никак это было убежище, но даже сюда, с моря, то и дело долетали порывы ветра, который под вечер становился особенно холодным. Было решено, что женщины будут спать в лендровере, а я улягусь под ним. Мы вырыли яму, набрали хворосту и разложили костер, чтобы вскипятить чай. С огнем мы обращались очень осторожно, потому что местность вокруг нас была сплошь покрыта сухими кустами. При малейшей оплошности сильный ветер поднял бы весь костер в воздух и бросил его на эти кусты. При одной мысли о том, какой свирепый пожар мог бы вдруг забушевать, меня бросало в дрожь. Солнце село в гнездо из розовых, алых и черных облаков, и наступили короткие зеленоватые сумерки. Потом стемнело, и огромная желтая луна вышла на небо и стала смотреть, как мы, сидя на корточках у костра, напяливаем на себя все, что только можно, потому что ветер становился все холоднее и холоднее. Женщины, ворчая и споря, кому куда девать ноги, стали устраиваться на ночлег в лендровере. А я, забросав костер землей, вот еще три одеяла и устроил себе постель под задним мостом машины. Несмотря на то, что на мне были три свитера, две пары брюк, пальто из шерстяной байки, волочная шляпа и еще три одеяла, я все же замерз. Дрожа от холода, я старался заснуть и думал о том, что завтра не мешало бы перераспределить спальные места. Проснулся я перед самым рассветом, когда кругом был еще полумрак и стояла такая тишина, что даже шум моря казался приглушенным. На фоне синевато-зеленого предрассветного неба вырисовывались черные холмы и не было слышно ни звука, кроме шипения ветра, до слабого рокота прибоя. Ночью ветер переменил направление, и колеса лендровера уже не спасали меня. Я лежал, дрожа в своем коконе из одежды и одеял и размышлял, то ли мне оставаться под одеялами, то ли вставать и разводить костер, чтобы вскипятить чай. В моем убежище было холодно, но все же на несколько градусов теплее, чем снаружи, где еще надо было ходить, искать хворост, и я решил не вылезать. Я пытался пролезть в карман пальто, где у меня лежали сигареты, стараясь при этом не дать ветру выдуть остатки тепла из моего кокона, как вдруг увидел, что у нас гость. Передо мной стоял Гуанака, словно по волшебству возникший из небытия. Он стоял совсем тихо, футов в двадцатье от меня, удивленно и неприязненно всматриваясь в машину и прядаясь своими точенными ушами. Гуанака повернул голову и понюхал воздух, и я увидел его профиль на фоне неба. Как и у всех Гуанака, выражение морды у него было аристократически надменное и даже чуточку насмешливое, как будто он узнал, что последние три ночи я спал не раздеваясь. Он грациозно поднял переднюю ногу и посмотрел на меня в упор. Не знаю, может быть, в этот миг ветер донес до него мой запах, но он вдруг оцепенел и, секунду помедлив, рыгнул. Нет, это была не случайная отрыжка, небольшое отступление от хороших манер, которые мы иногда нечаянно позволяем себе. Это было заранее обдуманное, громкое и продолжительное рыгание, в которое он вложил чисто восточный пыл. Показав мне, чего я стою, он замер на мгновение и впился в меня взглядом, словно хотел убедиться, что я осознал свое ничтожество. Потом Гуанако повернулся и исчез, так же внезапно, как и появился, и я услышал только, как шелестят кустики под его ногами. Я подождал немного, надеясь, что он вернется. Но Гуанако, видно, отправился дальше, по своим делам. Тогда я закурил сигарету и так, дрожа и куря, лежал, пока не взошло солнце. Позавтракав и немного придя в себя, мы отцепили прицеп, вытащили из лендровера все снаряжение и, сложив его на землю, укрыли брезентом. Потом мы проверили съемочную аппаратуру, приготовили санвичи и кофе и отправились на поиски котиков. Пионы сказали нам, что если проехать примерно полмили по дороге, а потом свернуть с нее и направиться к морю напрямик, то можно легко найти колонию. Они не сказали, что езда по бездорожью будет огромным испытанием для наших нервов и спинных хребтов, потому что земля здесь вся в ямах. Большинство этих ловушек спрятано за кустами и в них попадаешься прежде, чем успеваешь что-либо сообразить. Кусты царапают бока машины, издавая пронзительные звуки, похожие на истерический смех сумасшедшего. Наконец я решил, что пока мы не сломали рессору или не прокололи шину, нам лучше продолжать поиски пешком. Отыскав относительно ровное место, я остановил машину. Мы вышли и сразу же услышали странный шум, словно где-то вдали бешено ревели тысячи футбольных болельщиков. Утопая по пояс в золотистом кустарнике, мы пошли на этот шум и очутились на краю невысокого обрыва. Внизу под нами на галичном пляже у самой пены прибоя раскинулась колония котиков. Когда мы вышли к этому удобному для наблюдения обрыву, шум, который производили животные, буквально обрушился на нас. Рев, мычание, бульканье, кашель. Это было непрерывное кипение звуков, словно варился непомерный котел каши. Колония, насчитывавшая до 700 животных, растянулась полосой вдоль пляжа. Ширина полосы была в 10-12 животных. Тесно сбившись, они ворочались, передвигались, золотисто-блестя на солнце, и все вместе напоминали беспокойный рой пчел. Забыв о кинокамере, я присел на краю обрыва и как зачарованный уставился на это удивительное скопление животных. Как и в колонии пингвинов, непрерывное движение, сумятица, шум сначала привели нас в замешательство. Наши глаза бегали по кишащей массе животных, стараясь схватить и проследить каждое движение, пока голова не шла кругом. Но через час, когда первое потрясение до некоторой степени прошло, оказалось, что сосредоточиться все-таки можно. Первыми обращали на себя внимание взрослые самцы, потому что они были очень массивными. Я никогда не видел животных, у которых был бы такой гордый, такой необычный вид. Они сидели, задрав морды вверх, выгнув косматые шеи, так что жир на загривке собирался в могучие складки. Их тупые носы и толстые морды, завсегдатые в пивных, были обращены к небу с напущенным высокомерием шалтая-болтая на иллюстрациях Тенюэля. Комплекция у них была боксерская, их тела очень широкие и мускулистые в плечах, к хвосту постепенно сужались и неожиданно оканчивались парой очень смешных конечностей с длинными тонкими пальцами и с перепонками между ними. Создавалось впечатление, будто котики, по причине известной только им самим, надели по паре очень модных резиновых ластов. Некоторые самцы спали, растянувшись на песке. Во сне они постановали, похрапывали и покачивали из стороны в сторону своими большими ластами, вытягивая тонкие пальцы с изяществом и утонченностью танцовщицы с острова Бали. Когда самцы прохаживались, их громадные лягушачьи лапы торчали в разные стороны, а жирные тела колебались в ритме румбы. Это было невероятно трогательно и смешно. Цвет они были от шоколадного до темно-желтого, переходящего в красновато-коричневый на косматых плечах и шее. Громадные и неуклюжие самцы были похожи на бочки, и от этого еще прекраснее и соблазнительнее выглядели рядом с ними их жены, одетые в серебристые и золотистые шубки, грациозные, изящные, прелестные, кокетливые, с точенными острыми мордочками и большими нежными глазами. Они были воплощением женственности. Они были небесными созданиями, и я подумал, что если бы мне вдруг выпала доля быть животным, я бы предпочел оказаться в шкуре котика, чтобы наслаждаться обществом таких великолепных супруг. Котики имели в своем распоряжении пляж длиной миль в шесть, однако предпочитали лежать, сбившись в тесную кучу, занимая не более четверти мили пляжа. По-моему, если бы они хоть немного рассредоточились, то все неурядицы в колонии сократились бы по крайней мере наполовину, потому что в этой теснотище самцы постоянно нервничали из-за своих жен, и в колонии то и дело возникали драки. Надо сказать, что чаще всего повинны в этом бывали самки. Как только им начинало казаться, что муж не наблюдает за ними, они грациозно извиваясь, отползали к соседней группе и усаживались томно поглядывая на чужого самца. Котик не такой уж стойкий пуританин, чтобы устоять перед призывным взглядом нижних глаз, но прежде чем успевала свершиться измена, законный супруг вдруг быстро пересчитывал своих жен и обнаруживал, что одной не хватает. Он высматривал, где она, и тотчас бросался следом, разбрасывая громадным телом гальку, а из его пасти, вооруженной большими белыми клыками, вырывался протяжный львиный рев. Догнав самку, он хватал ее за холку и начинал свирепо трепать. Потом, мотнув головой, он пускал ее кубарем в сторону своего гарема. К этому времени другой самец уже окончательно выходил из себя. Недовольный тем, что соперник подошел слишком близко к его гарему, он тоже устремлялся вперед, развивая пасть и издавая устрашающие гортанные звуки. И начинался бой. Чаще всего эти драки были чисто символическими. И после нескольких наскоков, сопровождавшихся разеванием пасти и ревом, самолюбие самцов удовлетворялось. Но иногда оба самца приходили в бешенство, и тогда происходило нечто невероятное и страшное. два массивных и на вид отечных существа превращались в быстрых, ловких и беспощадных бойцов. Галька разлеталась во все стороны, два громадных зверя рвали друг другу могучие шеи, и кровь хлистала струей на восхищенных жен и детей. Драка начиналась с того, что самец полз по гальке навстречу своему противнику, колыхаясь и поводя головой из стороны в сторону, подобно боксеру, прибегающему к обманным движениям. Приблизившись, он бросался на врага, норовя укусить его сбоку и снизу и располосовать толкстую шкуру на его шее. Шеи у большинства старых самцов были украшены свежими ранами или белыми шрамами, и у одного из них я видел такую рану, будто его кто полоснул саблей. Она имела дюймов 18 в длину, а вглубь клыки врага ушли дюймов на 6. Закончив битву, совет, переваливаясь, возвращался к своим женам, и те, преисполненные любви и восхищения, собирались вокруг него, вытягивали свои гибкие шеи, чтобы достать, обнюхать и поцеловать его морду. Терлись золотисто-серебрянки, истыми телами о его мощную грудь, а он высокомерно смотрел в небо и лишь иногда, снисходительно склонив голову, нежно кусал одну из жен в шею. Самцы, имевшие много жён, постоянно нервничали из-за самцов-холостяков и брались с ними по-настоящему. Весёлые молодые самцы гораздо менее массивны и мускулисты, чем старые, и не могут добыть себе одну или несколько жён в начале брачного сезона, когда идут сражения между соперниками. Молодые самцы большую часть времени проводят дремьяна солнца или плавают в мелководье у самого берега. Но время от времени их охватывает проказливое желание позлить добропорядочных отцов-семейств. Тогда они медленно ковыляют вдоль колонии, широко расставляя большие лягушачьи ласты и поглядывая вокруг с таким невинным видом, словно в голове у них нет и тени недобрых помыслов. Проходя мимо гарема, в середине которого задрав голову к небу сидит старый и пускается бежать к нему, колыхаясь и все ускоряя бег. Когда он врывается в круг, самки стринглав рассыпаются в стороны, а молодой кидается к старому самцу, быстро кусает его в шею и так же быстро удирает, прежде чем тот успевает сообразить что к чему. Старый самец с гневным ревом бросается в погоню, но веселый холостяк уже добежал до моря и плюхнулся в воду. Тогда старый ворча себе что-то под нос возвращает, чтобы собрать своих разбежавшихся жен и усаживается в их кругу для новых астрономических наблюдений. Наиболее беспечное и приятное существование было, пожалуй, у молодых, но уже совсем взрослых самцов, которым посчастливилось раздобыть себе одну жену. Они обычно лежали немного в стороне от основной колонии, рядом с женой и детенышем и помногу спали. Они могли позволить себе это, потому что справляться с одной пылкой самкой несравненно легче, чем пресекать причуды шести или семи. Во время наблюдений за одной парочкой молодоженов нам посчастливилось увидеть гармонию семейного существования, причем мне никогда не приходилось быть свидетелем более нежных и красивых любовных игр двух животных. У подножия обрыва, с которого я производил съемку, молодой самец вырил себе в гайке что-то вроде коттеджа для медового месяца. Коттедж представлял собой большую глубокую яму, самец отгреб передними лапами верхний слой нагретой солнцем гальки и обнажил гальку мокрую и прохладную. Он лежал в этой яме со своей женой весьма типичной позе, положив голову на спину подруги. Все утро они лежали так почти без движения. В полдень, когда жгуче солнце достигло зенита, они стали проявлять беспокойство. Самец начал всплескивать задними ластами, беспокойно ворочаться и нагребать себе на спину сырую гальку, чтобы было прохладнее. Разбуженная его движениями супруга обеделась, широко зевнула и снова легла с глубоким довольным вздохом, безмятежно посматривая своими большими черными глазами. Поразмыслив несколько минут, она повернулась и легла рядом с самцом, лишив его таким образом подушки. Он басиста, раздраженно заворчал и взгромоздился на самку, наполовину закрыв ее своим туловищем. Потом он сомкнул веки и решил поспать. Но у супруги, придавленной его громоздким туловищем, были другие планы. Она, извиваясь, отодвинулась в сторону, а бочкообразное туловище самца соскользнуло с ее спины и шлепнулось на гальку. Затем она вытянула шею и стала кусать его губы и подбородок очень нежно, медленно, томно. Самец не открыл глаз, он мирился с этими ласками, только изредка пофыркивая, если они причиняли ему очень уж большое беспокойство. Ну, а, наконец, любовные заигрывания самки соблазнили его, он тоже открыл глаза и стал покусывать ее лоснящуюся шею. Эти проявления любви со стороны ее господина приели самку в щенячий восторг, и она начала перекатываться и извиваться под его большой головой, покусывая его выпуклую грудь, издавая носом глухие страстные звуки, а ее длинные усы стали торчком вокруг точеной мордочки, как два раскрытых пластмассовых веера. Она извивалась на гальке, а он наклонил голову и стал не торопясь обнюхивать заднюю часть ее туловища, словно старый обгрюзший гурман, оценивающий букет выдержанного коньяка. Потом он тяжело взгромоздился на нее, теперь она приподняла свою морду усы к усам и кусала его морду нос горло, и он тоже покусывал ее горло, шею страстно, но осторожно. Задние части их туловищ пришли в согласное волнообразное движение. Делали они это не быстро, не терпеливо и грубо, как большинство животных, а медленно и осторожно. Движения были мягкими и равномерными, точно мед лился из кружки. Вскоре тесно прижавшись друг к другу и дрожа, они достигли высшей точки наслаждения и тела их расслабились. Санец слез с супруги и шлюпнулся рядом, и они лежали так, покусывая друг другу морды с изумительной нежностью. Весь акт был красивым зрелищем и уроком сдержанных любовных игр. Я еще не говорил о детенышах котиков, которые играли в колонии очень важную и забавную роль. Их были сотни, словно ожившие чернильные пятна, они без конца передвигали среди массы спящих, занимающихся любовью, дерущихся взрослых. Они засыпали на гальки в самых необычных непринужденных позах, похожие на надувные резиновые игрушки, из которых вдруг наполовину выпустили воздух. Неожиданно просыпаясь и не находя рядом матери, они становились на ласце и уверенно двигались вдоль пляжа, выделывая те же странные па-ромбы, что и взрослые котики. Решительно ступая ластами по гальке, детеныш через несколько ярдов останавливался, широко раскрывал розовую пасть и блеял жалобно как ягненок. После непродолжительных поисков родителей силы оставляли его. Он еще раз отчаянно блеял, бросался на брюшко и тутчас погружался в глубокий освежающий сон. Для некоторых детенышей в колонии имелось что-то вроде яслей, потому что кое-где по 10-20 малышей были собраны в группки, похожие на кучи кусков угля причудливой формы. При них обычно находились молодой самец или несколько самок, которые дремали поблизости и, видимо, следили за детенышами, потому что стоило одному из малышей забрести за невидимый круг, очерчивающий территорию если, как взрослый котик, поднимался и, извиваясь, устремлялся вслед, ловил детеныша большой пастью, основательно встряхивал и швырял обратно. Несмотря на пристальное наблюдение, я не мог точно выяснить, были ли группки детенышей потомством одной семьи котиков, или здесь сосредотачивались малыши из нескольких семейств. Если они были из нескольких семейств, то эти группки действительно являлись своеобразными яслями или детскими садами, в которые родители отводили малышей, отправляясь в море поискать корм или просто искупаться. Мне хотелось заснять, как ведут себя детеныши изо дня в день, но для этого потребовалось бы выбрать одного малыша, а так как все они были одного роста и цвета, то сделать это было трудно. Я уже совсем отчаялся, как вдруг увидел детеныша, которого было легко выделить среди остальных. Он, по-видимому, родился позже других, потому что был вдвое меньше, но недобранные дюймы он с избытком восполнял своей решительностью и яркой индивидуальностью. Когда я впервые заметил Освальда, так мы окрестили его, он деловито подкрадывался к длинной ленте блестящих морских водорослей, которую выбросило на гальку. По-видимому, ему показалось, что это чудовищная морская змея, угрожающая колонии. Он подковырял к ней и, тараща глазенки, остановился примерно в ярде от нее, чтобы понюхать воздух. ленте 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 шевельну к концу водорослей. Перепуганный Освальд повернулся и, раскачиваясь, побежал прочь с максимальной скоростью, на которую только были способны власты. На безопасном расстоянии он остановился и оглянулся. Но ветер уже стих, и водоросль лежала неподвижно. Снова осторожно приблизившись к ней, он остановился от нее о футах в шести и принюхался. Трепеща и, напрягшись всем своим пухлым тельцем, он стоял готовый бежать при малейшем движении водорослей. Но водоросль неподвижно лежала на солнце, сверкая, словно лента из нефрита. Тогда он медленно и осторожно приблизился к ней. Было такое впечатление, будто он, затаив дыхание, идет на цыпочках своих больших плоских ластов. Но водоросль по-прежнему была неподвижна. Ага, она трусит! Освальд приободрился. Его долг спасти колонию от опасного врага, который явно хочет захватить котиков врасплох. Он смешно заерзал, уперся задними ластами в гальку и бросился на водоросль. Увлокшись, он явно перестарался и пропахал носом гальку, но зато большой кусок морской водоросли был крепко зажат в пасти. Он сел, не выпуская водоросли, которая словно зеленые усы свисала по обеим сторонам пасти и, видно, был чрезвычайно доволен тем, что первым же укусом совершенно обезвредил врага. Он мотал головой из стороны в сторону, хлопая водорослью, а потом встал на ласты и голопом помчался вдоль берега, волочая ее за собой, время от времени ожесточенно тряся головой, словно для того, чтобы окончательно убедиться, что противник мертв. Примерно четверть часа он играл с водорослью, пока от нее остались лишь разлохмаченные обрывки. Потом, совершенно выдохшись, он бросился на гальку и уснул глубоким сном с куском водоросли, который, как кушак, обмотался вокруг его живота. Проснувшись, Освальд вспомнил, что искал мать. Он встал на ласты и, жалобно блея, пошел вдоль берега. Вдруг он заметил чайку, присевшую неподалеку на гальку. Забыв про свою мать, он решил проучить чайку, возмущенно сгорбился и заковылял к ней все в том же ритме румбы. Чайка наблюдала за его приближением искоса, холодно и недружелюбно. Освальд, тяжело дыша и колыхаясь, шел к ней с выражением мрачной решимости на морде, а чайка зловеще за ним наблюдала. Тогда Освальд, с видом профессионала Матодора, увертывающегося от очень неопытного быка, стал бросаться то вправо, то влево, мелко семенять перепончатыми лапами. Он повторил свой маневр четыре раза, но чайке это уже надоело. На пятый раз она расправила крылья и, сделав несколько ленивых взмахов, отлетела на более спокойное место. Когда предмет его гнева исчез, Освальд вдруг вспомнил о матери и громко блея снова отправился на поиски. Он двигался к самой скученной части колонии, к беспорядочно расположившейся массе самцов и самок, которые наслаждались послеполуденным отдыхом. Освальд шел напрямик с совершеннейшей беспристрастностью, попирая ластами как самцов, так и самок, карабкаясь на их спины, наступая на хвосты, шлепая ластами по глазам. Позади себя он оставлял разъяренных взрослых, вырванных из объятий освежающего сна шлепком большого ласта с налившими на нем камнями. Вдруг он увидел самку, которая лежала на спине, подставив соски лучам солнца, и решил, что это весьма удобный случай, чтобы остановиться и перекусить. Только он припал к одному из сосков и приготовился к кушению животворной влаги, как самка проснулась и взглянула на него. Примерно секунду она взирала на него с любовью, потому что была еще в полусонном состоянии, затем она вдруг поняла, что это не ее сын, а какой-то наглый чужак, захотевший полакомиться на даровщинку. Гневно заворчав, она наклонилась, подсунула нос под его толстое брюшко и быстро вскинула голову. Освальд взлетел, кувыркаясь в воздухе, и приземлился на голову какому-то спящему самцу. Самец был далек от восхищения, и Освальду пришлось во всю прыть своих ластов бежать от справедливого возмездия. С угрюмым упорством он карабкался на горные хребты из спящих котиков. Взбираясь на особенно толстую самку, он соскользнул с нее и упал на молодого самца, который спал рядом. Самец сел, размещенно футнул, и большой пастью схватил Освальда за шиворот, прежде чем малышу удалось удрать. Освальд висел, не двигаясь, пока самец и решал, что бы ему такое с ним сделать. Наконец он решил, что небольшой урок плавания Освальду не повредит и зашлепал к морю. Освальд, которого держали за шиворот, обмяк, словно это было не живое существо, а перчатка. Я часто наблюдал, как самцы учат детенышей плавать. И это было ужасное зрелище. Мне было очень жаль Освальда. Самец остановился у самого прибоя и стал сильно трясти малыша. Со стороны казалось, что от такой тряски у детеныша непременно сломается шея. Затем самец швырнул Освальда футов на двадцать волны. Пробыв под водой довольно долго, Освальд вымурнул и, отчаянно хлопая ластами, отплевываясь и кашляя, быстро поплыл к берегу. Но самец вошел в воду и, прежде чем Освальд достиг мелководья, снова поймал его за шею, а потом стал окунать, держа по пять-десять секунд под водой. И каждый раз Освальд вылетал из воды как пробка, задыхаясь и широко раскрывая пасть. Побывав под водой раза четыре, Освальд был так напуган и изнурен, что, оскалив пасть и, пронзительно вереща, осмеялся броситься на огромную тушу самца. Он был похож на комнатную собачонку, вздумавшую напасть на слона. Самец просто выловил Освальда, хорошенько встряхнул, снова швырнул в море и дальше повторил всю процедуру по порядку. В конце концов, когда стало очевидно, что Освальд выдохнется и едва может держаться на плаву, самец вытащил его на мелкое место и дал ему немного отдохнуть, но при этом сторожил, чтобы тот не удрал. После отдыха Освальда снова схватили и швырнули в море, и весь урок был повторен. Это продолжалось полчаса, и неизвестно, когда кончилось бы, если бы не появился другой самец и не затеял ссоры с учителем Освальда. И пока они дрались на мелководье, мокрый, выпачканный и основательно наказанный Освальд скарабкался на берег с быстротой, на какую только был способен. Такие уроки плавания, как я уже говорил, можно было видеть очень часто. Наблюдать их было мучительно. Мне было очень жаль детенышей, а главное, я боялся, что самцы могут зайти слишком далеко и по-настоящему утопить какого-нибудь малыша. Но малыши, по-видимому, так крепки душой и телом, что переносили эти дикие уроки плавания безо всякого ущерба. 90% своего дневного времени взрослые котики проводили в спячке, и лишь молодые самцы и самки иногда отваживались залезать в воду. Но зато вечером вся колония как один отправлялась поплавать. По мере того, как солнце спускалось все ниже и ниже, всей колонией овладевало беспокойство. Вскоре самки гордость шли к воде и начинался водяной балет. Сначала несколько самок спускались в воду и начинали плавать у берега медленно и ритмично. Некоторое время самец надменно наблюдал за ними, а затем отрывал свое громадное тело от земли и прокладывая себе плечами дорогу, шел к линии прибоя с видом боксера-тяжеловеса, выходящего на ринг. Здесь он останавливался и изучал соблазнительные формы своих жен, а морская пена собиралась вокруг его толстой шеи пышным воротником времен королевы Елизаветы. Жены его делали отчаянные попытки вовлечь самца в свою игру. Они извивались и кувыркались перед ним в воде. Их мокрые шубки блестели и были теперь совсем черными. Санец вдруг нырял, и его грузное тело исчезало под водой с ошеломляющей быстротой и грацией. Его морда с тупым носом появлялась между телами жен, и тогда менялась вся картина. Самок были медленны, и они спокойно извивались под водой и на поверхности ее, то теперь темп их игры убыстрялся, и они тесно окружали самца. Их движения были плавными, как ток масла, они извивались вокруг самца, а он казался массивным майским деревом с тонкими лентами, которые плещутся и трепещут вокруг него. Так он и сидел, высунув большую голову на толстой шее из воды, пялись в небо с крайне самодовольным видом, а жены кружились вокруг него водоворотом, извиваясь и скользя все быстрее и быстрее, стараясь обратить на себя его внимание. Вдруг самец поддавался общему настроению, наклонив голову, он открывал пасть и игриво кусал проплывающее тело. Это был сигнал. Вот теперь уже начинался настоящий балет. Быстрые, как стрелы, тела самок и туша самца переплетались словно пряди блестящих черных волос в косе, извивались и скручивались в воде, принимая самые изящные и сложные очертания, подобно вымпелу, который полощется на ветру. И в то время, как они кувыркались и извивались в воде, оставляя за собой пенистый след, можно было видеть, что они кусают друг друга с томной лаской. Их нежные укусы выражали любовь, обладание и покорность. Волна набегала на берег очень плавно, на море не было заметно никакого волнения. Котики то скользили, не оставляя на поверхности воды ни рябинки, то выскакивали из глубины в белой розе из пены, их блестящие тела изгибались в воздухе, подобно черным бумерангам. Они разворачивались и входили в воду точно под прямым углом, едва потревожив гладкую поверхность моря. Время от времени то один, то другой из молодых непристроенных самцов пытался присоединиться к какой-нибудь семейной группе и поиграть с ней. И тотчас старый самец забывал все забавы. Он нырял и вдруг появлялся рядом с молодым самцом в хлопьях пены, издавая гортанный рев, который начинался еще под водой. Если молодой самец успевал увильнуть в сторону, бросок старого самца оказывался напрасным. Он падал в воду с грохотом, похожим на пушечный выстрел. И грохот этот разносился, отражаясь от скал по всему побережью. А потом все зависело от того, кто придет в себя первым. То ли молодой самец от неловкого броска в сторону, то ли старый самец от болезненного падения на живот. И если старый самец оправлялся первым, он хватал молодого за шею, и они возились, перекатывались в воде, ревели и кусались, поднимая волну пены, а самки, скользя вокруг них, с удовольствием наблюдали за ходом битвы. В конце концов, молодой самец вырывался из жестоких объятий врага и нырял, а старый самец спускался в погоню. Но в плавании под водой у молодого было небольшое преимущество. Он был не так грузен, а потому более проворен, и обычно ему удавалось бежать. Старый самец наплощенным видом плыл обратно к своим женам и снова садился в воде, надменно глядя в небо. Они плавали вокруг него, высовывая острые мордочки из воды, чтобы поцеловать своего повелителя, упоенно глядя на него своими огромными нежными глазами с восхищением и любовью. К этому времени солнце садилось и небо окрашивалось в розовые, зеленые и золотые тона. Тогда мы возвращались в лагерь и, скрючившись, сидели у костра, а издалека непрекращающийся пронизывающий ночной ветер доносил крики котиков, которые рычали, ревели и плескались в черной ледяной воде у пустынного побережья. Клубневидные животные Они оставались долго под водой, а поднимались на поверхность и следили за нами, вытянув шеи и всем своим видом выражая великое изумление и любопытство. Чарльз Дарвин Путешествие натуралисты вокруг света на корабле Бигль. На съемки котиков я затратил 10 дней и, как это было не печально, пришла пора оставить этих красивых и занятных животных. Нам действительно надо было ехать дальше, чтобы успеть найти тележбище морских слонов, пока они не покинули полуостров и не откочевали на юг. Поэтому за 4 следующих дня мы в поисках элефантерий вдоль и поперек исколесили весь полуостров и видели каких угодно диких животных, но только не морских слонов. Я был поражен и обрадован обилием животных на полуострове Вальдес. Трудно было поверить, что всего в нескольких милях отсюда, за перешейком, где на сотни миль раскинулась страна кустов, мы за много дней не увидели ни единого живого существа. Тут, на полуострове, жизнь била ключом. Было похоже, что полуостров и его узкий перешейк это нечто вроде тупика, ловушки, в которую навечно попались все дикие животные провинции Чубот. Хотелось бы, чтобы правительство Аргентины изыскало возможность превратить весь полуостров в заповедник. для которого он, кажется, предназначен самой природой. Во-первых, здесь собрана замечательная коллекция патагонской фауны, сконцентрированной в небольшом районе и легко доступной для осмотра. Во-вторых, весь район можно легко и эффективно контролировать, благодаря тому, что с материком он соединен узким перешейком. Соответствующий пропускной пункт на перешейке может тщательно проверять людей, въезжающих в район и покидающих его, и следить за всякого рода спортсменами. Они есть в любой стране мира, которые забавляются, преследуя гуанако на скоростных автомобилях или осыпая картечью котиков. Остров разделен на несколько больших овцеводческих эстанций, но я не думаю, чтобы это имело большое значение. Правда, обитатели эстанций охотятся на гуанако и майконгов, на первых, потому что они якобы объедают пастбище, оставляя голодными овец, а на вторых, потому что они достаточно велики, чтобы таскать ягнят и кур. Но, несмотря на это, во время своей поездки мы повсюду видели и гуанако и майконгов. И если бы овцеводы вели себя разумно, то, по-моему, между домашними и дикими животными можно было бы поддерживать своего рода равновесие. Если бы можно было объявить сейчас полуостров заповедником, то впоследствии, когда Южная Аргентина будет освоена еще больше, что неизбежно, и приличные дороги сделают полуостров более доступным, он стал бы приносить замечательный доход от туризма. В поисках элефантерий мы изъездили большую часть полуострова. И отсюда мы встречали Мартинету. Это небольшая жирная птица размером с курицу бентанку, похожая на куропатку. У нее коричневатое оперение, усеянное золотистыми, желтыми и кремовыми крапинками и полосками, образующими причудливый и красивый узор. На бледно-кремовой головке видны две черные полоски. Одна идет от угла глаза к шее, а другая начинается у основания клюва и тоже идет к шее. На голове длинный изогнутый полумесяцем хохолок из темных перьев. У нее большие черные глаза и в целом вид безвредной истерички. Мартинет можно видеть повсюду, на проселках маленькими группками, по пять-десять птиц. Они любят сидеть посреди дороги, наверное, потому что это единственные клочки земли, не покрытые растительностью. И здесь они могут принимать свои любимые полевые ванны. Для этого они выкапывают в красноватой земле довольно глубокие ямки. Мы видели, как одна Мартинета, нелепо взбрыкивая ногами и хлопая крыльями, купалась в такой ванне, а четыре другие терпеливо дожидались своей очереди. Мартинеты совершенно не пугливы. При виде приближающейся машины они не убегают, а стоят посередине дороги, следя за ней и тряся глупыми хохолками, и только сигнал обращает их в бегство. Вытянув шею и низко опустив голову, словно ища что-то на земле, они стремительно уносятся в кусты. Летают Мартинеты очень неохотно, и для того, чтобы заставить взлететь, приходится долго гонять по кустам, только почувствуя, что вы слишком близко, она стремглав взвивается в небо. Летят они как-то странно, с трудом, словно им никогда не приходилось пользоваться крыльями, делают пяток бешеных взмахов и парят. Когда их жирные тела почти касаются земли, они снова мистово хлопают крыльями и опять планируют. В воздухе порывы ветра вырывают из них перья в какую-то странную тоскливую ноту. Эти милые и немного глупые птицы устраивают свои гнезда в земле, и, наверное, они сами, их яйца и потомство составляют существенную часть рациона хищных млекопитающих острова, особенно майконгов, которых очень много в этом районе. Этот серый изящный зверек с невероятно тонкими и на вид хрупкими ногами охотится и днем, и ночью. Мы видели их обычно парами. Они внезапно перебегали дорогу перед самым носом автомобиля. Их пушистые хвосты лились позади, словно клубы серого дыма. Перебежав на другую сторону дороги, они обычно останавливались и усевшись хитровато подглядывали на нас. Однажды ночью к нам в лагерь пожаловала парочка этих маленьких зверьков, на что раньше отваживались только гуанака. Было около пяти часов утра, и со своей постели под задней осью лендровера я наблюдал, как предрассветное небо становится зеленоватым. Я, как обычно, набирался мужества, вылезая из-под одеял и разводил костер. Вдруг из желтого кустарника, который рос вокруг, молча, словно привидение, появились двое майконгов. Часто останавливаясь и, принюхиваясь к предрассветному ветру, они осторожно приблизились к нашей стоянке с заговорщическим видом школьников, совершающих набег на фруктовый сад. К счастью, в этот самый момент никто не захрапел. Я готов дать показания под присягой, что нет ничего более эффективного для отпугивания диких животных, чем три женщины, на все лады храпящие в кузове лендрогера. Обойдя вокруг лагеря и не найдя ничего подозрительного, майконги осмелели. Они приблизились к остывшему теплу костра, обнюхали его и дико расчехавшись, перепугали друг друга. Оправившись от испуга, зверьки возобновили обследование и, найдя банку из-под сардин, после непродолжительных, едва ослышанных препирательств, вылизали ее до чиста. Потом они наткнулись на большой рулон светло-розовой туалетной бумаги, одного из немногих предметов роскоши, взятых нами в дорогу. Убедившись, что она несъедобна, следующие десять минут они плясали и крутились на своих тонких ножках, гоняя рулон. Они подпрыгивали, волоча за собой полоски туалетной бумаги и опутывая себя ею. Играли не так бесшумно, так грациозно, что смотреть на них было одно удовольствие. Их подвижные тела четко вырисовывались на фоне зеленоватого неба и кустов, усыпанных желтыми цветами. Вся стоянка уже стала приобретать веселый карнавальный вид, когда в машине кто-то громко зевнул. Майконги мгновенно замерли. У одной из них свисал из пасти кусок туалетной бумаги. В машине зевнули еще раз, и майконги исчезли так же бесшумно, как и появились, размотав и оставив на память о своем визите футов 120 трепещущей на ветру розовой бумаги. Часто попадалось нам и другое животное Дарвинов нанду, южноамериканский сородич африканского страуса. Он немного помельче, чем страусы северной Аргентины, а серое его оперение имеет более светлый оттенок. Дарвинов нанду держится обычно стаями по 5-6 голов, и мы много раз видели их в кустах вместе с гуанако. По-моему, одним из красивейших зрелищ, которые мы видели на полуострове, было стадо из 6 гуанако с 3-мя светло-коричневыми малышами, пробегавших трусцой сквозь золотистые кустарники в обществе 4-х дарвиновых нанду. Держась поближе к большим ногам родителей, впереди бежали 12 страусят, покрытые полосатым птенцовым оперением и похожи поэтому на жирных ов. Страусята были очень степенны и послушны, словно девочки-школьницы, вышедшие парами на прогулку. Маленькие гуанако, более шаловливые и незисциплинированные, возбужденно приплясывали вокруг своих родителей, делая рискованные и замысловатые прыжки. Один из них, прыгнув, натолкнулся на взрослого гуанако и в наказание получил крепкий пинок в живот, после чего он сразу присмирел и уже спокойно побежал рядом с матерью. Нанду обычно бегают сохранять царственную осанку, но, встретив автомобиль, они мгновенно впадают в панику. Вместо того, чтобы свернуть в кусты, они с грацией профессиональных футболистов несутся беспорядочной кучей по дороге. Чем быстрее настигала их наша машина, тем быстрее они бежали, склонив длинные шеи к самой земле и высоко вскидывая ноги, которые почти касались того, что у Нанду могло бы сойти за подбородок. Одного Нанду я таким образом гнал футок в шести перед капотом машины целых полмили со скоростью от 20 до 30 миль в час. Пробежав значительное расстояние, Нанду наконец догадывается, что можно скрыться в кустах. Сделав неожиданный рывок и красиво распластав светлые крылья, они с чисто балетной грацией сворачивают с дороги и подпрыгивая убегают прочь. У этих Нанду, как и у их северных братьев, устраиваются общественные гнезда, то есть в одно и то же гнездо откладывают яйца несколько самок. Это гнездо представляет собой обыкновенную ямку, скупо выложенную засохшей травой или несколькими ветками и откладываются в нее до 50 яиц. Как это водится у обыкновенных страусов, Дарвиново Нанду самцы много трудятся. Они высиживают яйца и воспитывают молодое поколение. У только что снесенных яиц очень гладкая скорлупа и красивый зеленый цвет, но сторона, повернутая к солнцу, вскоре выцветает и становится сначала салатной, потом желтоватой, голубоватой и, наконец, белой. Дарвиновы Нанду так плодовиты, что их яйца и потомство составляют значительную часть рациона хищников полуострова. Пинхи, или волосатый броненосец, это еще одно существо, часто встречавшееся нам на дорогах. Мы видели броненосцев во всякое время суток, но чаще всего к вечеру на закате. Энергично пофыркивая, они снуют всюду. Пинхи похоже на странные заводные игрушки. Маленькие ножки мелькают под панцирем так быстро, что их невозможно разглядеть. Они покрыты длинной, жесткой, светлой шерстью, но это, наверное, нисколько не защищает их от холода зимой. В зимние месяцы Пинхи впадает в спячку, потому что есть им нечего, так как земля здесь промерзает в глубину на несколько футов. У всех броненосцев, которых мы ловили, под кожей был очень толстый слой сала, а их бледно-розовые, очень морщинистые животы сыто оттопыривались. Основной рацион броненосцев должно быть состоит из жуков, личинок, а также птенцов и яиц пернатых. Иногда им приваливает счастье в виде павшей овцы или гуанака. Мы часто видели броненосцев на берегу моря. Они бегали у самого привоя и были похожи на маленьких толстых полковников, вдыхающих животворный озон на пляже в Борнмуте, хотя порой они портили эту иллюзию, останавливаясь перекусить дохлым крабом, чего, по моим наблюдениям, не делает ни один полковник. Наблюдать за всеми этими дикими животными было, конечно, занятно, но это нисколько не приближало нас к цели нашего путешествия, то есть к лежбищу морских слонов. Мы, объехали значительную часть побережья и ничего не нашли. Я стал уже подозревать, что мы опоздали и что морские слоны уже плывут на юг к огненной земле и фоуклендским островам. Но только я оставил всякую надежду, как вдруг мы наткнулись на элефантерию, о которой нам никто не говорил. Это произошло только благодаря счастливой случайности. Мы шли вдоль высокого обрывистого берега, останавливаясь каждую четверть мили, чтобы посмотреть, миг ли внизу на пляже признаков жизни. Миновав небольшой мыс, мы вышли к заливу. Берег внизу под нами был усеян большими камнями, которые скрывали от нас пляж. Найдя едва заметную тропинку, мы стали спускаться по ней, чтобы посмотреть, что там внизу. Пляж был покрыт блестящей пестрой галькой, так отполированным морем, что она сверкала в лучах заходящего солнца. Вдоль всего пляжа громоздились в беспорядке серые и желтовато-коричневые камни величиной с дом. Некоторые из них под воздействием ветра и воды приобретали фантастические очертания. Мы карабкались через них, сгибаясь под грузом кинокамер и прочего снаряжения. Но, одолев несколько волнов, вдруг почувствовали, что проголодались. Выбрав удобный камень, мы присели и стали доставать еду и вино. Теперь я уже совершенно уверился в том, что ни одного морского слона нет и в помине на много миль вокруг. Я был расстроен и страшно злился на себя за то, что потратил так много времени на котиков. Ну, может быть, мы найдем и завтра, успокаивала Джеки, вручая мне бутерброд, который на три четверти состоял из патагонской земли. Нет, сказал я, зло глядя на это явство, они уже ушли на юг, они уже обзавелись детевышами и ушли. Если бы я не потратил столько времени на этих проклятых котиков, мы бы успели застать их. Ну, ты сам виноват, резонно заметила Джеки. Я все время говорила, что ты уже достаточно наснимал котиков, но ты каждый раз настаивал, чтобы мы остались ну, хотя бы еще на один день. Я знаю, уныло сказал я, но это были такие чудесные создания, что я не мог оторваться. Мария, с видом человека, который не теряется ни при каких обстоятельствах, взяла бутылку вина. И только хлопнула пробка, как большой, немного вытянутый в длину яйцеобразный валун, футов в десяти от нас, вдруг глубоко и печально вздохнул, и, открыв пару больших, блестящих, черных причерных глаз, спокойно на нас посмотрел. Стоило ему это сделать, как он прямо у нас на глазах превратился в морского слона, и все удивились, как это можно было принять его за что-нибудь другое. Быстрое, но внимательное обследование окрестностей показало, что мы сидим рядом с двенадцатью гигантскими животными, которые спокойно спали, пока мы беспечно, как туристы в Маргейте, шли к ним, усаживались и доставали еду. Они были так похожи на камни, что я даже расстроился, подумав, сколько же долгих таких стад мы не заметили во время своих поисков. Насмотревшись на котиков, я ожидал, что колония морских слонов будет более оживленной и шумной, а они лежали на пляже в расслабленных позах, проявляя не больше признаков жизни, чем сборище больных водянкой, устроивших шахматный турнир в турецкой бане. Бродя среди громадных спящих туш, обследуя их, мы установили, что из двенадцати животных трое были самцами, шесть самками и трое уже подросшими детенышами. Малыши достигали в длину футов шести, самки двенадцати четырнадцати, а самцы были настоящими гигантами. Двое из них молодые имели каждый около восемнадцати футов в длину, а последний матерый самец двадцать один фут. Это было великолепное животное с громадным бочкообразным туловищем и большим носом, который весь был в мясистых наростах, как у пропойцей. Они лежали на сверкающем пляже, как колоссальный ком оконной замазки, время от времени так глубоко вздыхая, что нос его дрожал как студень, или просыпаясь ненадолго, чтобы ластом нагрести себе на спину немного мокрой гальки. К нам он отнесся необыкновенно спокойно, а ведь мы, измеряя и фотографируя животное, стояли от него всего футок в трех. Он только открывал глаза, сонно смотрел на нас и снова погружался в сон. Для меня это было необычайно волнующее зрелище. У других могут быть чистолюбивые желания во что бы то ни стало хоть раз в жизни увидеть падающую башню в Пизе или посетить Венецию или постоять на Акрополе. Я же мечтал увидеть живого морского слона в естественных условиях. И вот я лежу на гальке, жуя бутерброд всего в пяти футах от него. С бутербродом в одной руке, с секундомером в другой я следил, как он дышит. Дыхание у морских слонов явление удивительное. В течение пяти минут они делают около тридцати равномерных вдохов и выдохов. А потом совсем не дышат от пяти до восьми минут. По-видимому, в море это очень удобно. Они могут всплыть, подышать, а потом нырять и долго оставаться под водой, не всплывая и не набирая снова воздуха в легкие. Я был так увлечен, что тут же, лежа рядом с этими гигантскими и фантастическими животными, стал читать лекцию о морских слонах. Спят они необычайно крепко. Знаете ли вы, что один натуралист взобрался на спину морскому слону и улегся там, не разбудив его? Джеки окинула взглядом колоссальное животное, лежавшее передо мной. Вольно ж ему было, сказала она. Самки достигают половой зрелости, вероятно, только в двухлетнем возрасте. Вон те детеныши, помет этого года, это значит, что они пока не могут размножаться. Помет этого года, удивленно перебила Джеки, я думала им около года, нет, я бы дал им месяца четыре или пять. Тогда какие же они бывают при рождении? Думаю, в половину меньше, чем сейчас. Господи, состраданием сказала Джеки, ничего себе рожать таких громадин. Вот тебе доказательство того, сказал я, что кому-нибудь всегда приходится хуже, чем тебе. Как бы в подтверждение моих слов морской слон глубоко и печально вздохнул. А знаете ли вы, что длина кишок взрослого самца может достигать шестисот шестидесяти двух футов? спросил я. Нет, не знаю, сказала Джеки. И думаю, мы будем с большим аппетитом есть сэндвичи, если ты воздержишься от разглашения тайм анатомии морских слонов. Я думал, вам это интересно. Интересно, сказала Джеки, но не тогда, когда я ем. Сведения такого сорта я предпочитаю получать в другое время. когда привыкнешь гигантским размерам морских слонов, начинаешь обращать внимание и на другие особенности их анатомии. У котиков задние конечности развиты так хорошо, что могут служить опорой при передвижении. Котики могут вставать на все четыре ласта и ходить, как ходят собаки или кошки. У морских слонов самых настоящих тюленей задние конечности маленькие и на суше им не нужны. Они оканчиваются нелепыми ластами, похожими на пару пустых перчаток. Морские слоны передвигаются волнообразно изгибая массивную спину и помогая себе только передними ластами. И получается это у них так медленно и неуклюже, что просто больно смотреть. Вскоре мы заметили, что стадо морских слонов не было одноцветным. Шкура старого самца имела красивый серо-голубой оттенок, приятно сочетающийся с зелеными пятнами в тех местах, где к ней приросли морские водоросли. У молодых самцов и самок шкуры были тоже серо-голубой сцеными 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 производили производили впечатление, будто их только что надули велосипедными насосами, и теперь они при малейшем неосторожном движении могут подняться в воздух. С точки зрения кинооператора стадо морских слонов было по меньшей мере прудным объектом. Слоны хотели только спать и спать. Они не двигались и лишь открывали и закрывали большие ноздри, когда дышали. Время от времени они нагребали на себя гальку, но это делалось без предварительного предупреждения, и мне пришлось потратить немало времени, чтобы снять все это на пленку. Иногда один из них, не открывая плотно закрытый глаз, сгорбившись, продвигался вперед, сдвигая большим носом гальку, словно бульдозер. Даже запечатлев на пленке все это, я никак не мог успокоиться. Мне казалось, что морские слоны проявили себя еще не во всей своей красе. Не было движения, а это в конце концов один из необходимых элементов кино. У морских слонов необычайно гибкий позвоночник. Несмотря на свою громоздкость и тучность, они могут выдебаться в обруч, доставая головой поднятый хвост. Я ломал себе голову, как заставить их продемонстрировать этот трюк перед кинокамерой, ведь все они проявляли не большей жилости, чем курильщики опиума. Вскоре нам удалось добиться этого от старого самца очень простым способом. Мы стали бросать ему на хвост пригоршни гравия. После первой горсти он чуть-чуть пошевелился и глубоко вздохнул, не открывая глаз. Вторая горсть заставила его открыть глаза и немного удивленно посмотреть на нас. После третьей горсти он поднялся и откинул морду назад, отчего шкура на его загривке собралась складками, как меха у гармошки, и, открыв пасть, издал свистящий рев. Потом снова повалился на гальку, словно изнемог от стольких усилий, и заснул глубоким сном. Однако, в конце концов, наша бомбардировка подействовала ему на нервы. Более несомненно, она причинить ему не могла, но непрерывный град камешков, который сыплется тебе на заднюю часть туловища, когда пытаешься уснуть, может привести в раздражение кого угодно. Слон вдруг открыл глаза и высоко поднял голову. Из его широко раскрытой пасти вылетел громкий свистящий рев. Странный звук, подобающий скорее какой-нибудь рептилии, а не такому гигантскому млекопитающему. Четыре раза морской слон вскидывал голову, а потом, видя, что это не наносит никакого ущерба нашему моральному духу, он поступил так, как поступает в тяжелую минуту все тюлени. Он разрыдался. Большие мутные слезы медленно потекли из его глаз и печально заструились по морде. Он растянулся на песке во весь рост и с огромным трудом, выгибая тело, как гигантская личинка, стал продвигаться к морю. Сало на его спине ходило волнами. Наконец, с жалобным ревом, весь в слезах, он добрался до воды, и набежавшая волна разбилась о его плечи, окутав их белой пеной. Остальные слоны, встревоженные исчезновением своего предводителя, подняли головы и с беспокойством уставились на нас. Потом один детеныш ударился в панику и, извиваясь, заспешил к морю. По его белой морде тоже струились слезы. Это было последней каплей, переполнившей чашу. Не прошло и минуты, как все стадо ринулось к морю, напоминая громадных личинок, ползущих к сыру. Мы с грустью упаковали свое снаряжение и стали подниматься на обрыв. С грустью, потому что сделали свое дело, а это значило, что пришло время покидать полуостров, его удивительных животных, и возвращаться в Буэнос-Айрес к другим заботам. Карабкаясь в сумерках по тропинке на обрыв, мы в последний раз увидели старого морского слона. Высунув из воды голову, он недоуменно посмотрел на нас черными глазами и фыркнул. Раскатистый звук, заставивший трепетать его ноздри, эхом отразился от обрыва. Потом морской слон медленно погрузился в ледяную воду и исчез. Продолжение следует...